В современной науке, вот те ролики, что мы вчера в конце, в самой занятии, смотрели, это как раз для того, до чего дошли современные ученые. Я вам еще хотел показать один ролик, тоже из схематики, на тему того, что звук – это эксперимент, связанный с так называемой неньютоновской жидкостью, коисточки, которые отличаются от обычных вещей. Она показывает некоторые парадоксальные параметры. И эта жидкость, она очень интересно выглядит при влиянии на нее звуком. И посмотрите, просто одна чистота. Спасибо. Складывается такое ощущение, как будто она жива. И еще из схематики его такой, или он еще есть, исследователь, он находил вот эти формы, которые проявляются, фигура, которая рисует песок на доске и находил соответствие в живой природе. В частности, вот в песне «Большой ролик», а может быть и не это. Сейчас посмотрим. Вот это вот как раз фигура. Он рассказывает про фотографа одного. Вот это вот примеры фигур. И он нашел соответствие, что вот эти фигуры, которые рисуют отрезанных звуков, очень сильно похожи на панцирь-черепахи. Здесь объясняют. Здесь общая идея, как бы, история развития тематики. Это современные исследователи, которые тоже пытаются воспроизводить. Но основная идея, как бы, в том, что все формы, которые мы здесь наблюдаем, грубые формы или тонкие формы, это суть, результат работы звука. И по факту, ваше физическое тело, в том виде, в каком вы его знаете, это тоже изначально результат работы звука. Именно звук собирает и физические элементы, и материальные элементы, для этого 5 первоэлементов, в то, что мы сейчас воспринимаем, как вот это грубо материальное физическое тело. То есть по факту речь идет о том, что есть некоторая звуковая формула, некоторая звуковая последовательность. И, по сути, она, значит, соответствует вашему телу. И в различных мистических традициях, пазиатерических, есть упоминания о некотором скрытом имени. Вот есть школы, которые пытаются использовать свои философии идеи имени Бога, как некоторого центрального элемента. Считается, что если человек узнает имя Господа, то он получит небывалое могущество, способность управлять этим миром. Но по факту еще есть имя, которое соответствует вам. То есть и само звучание этого имени, оно неотлично от вашей сути. То есть вот если идти по этим уровням, которые мы рассматривали, звука, да, от грубого звука к звуку ума, к звуку пашьянки, да, где появляется уже образ. И в этом месте мы видим, что образ соответствует звуку. Они уже однозначно соответствуют. И на абсолютном уровне, на уровне пара звука, который я говорю, изначальный звук, который является порождением, огрублением постепенным при спускании материальными, этот звук, он, по сути дела, не отличен от объекта, который его именует. То есть одно произнесение этого звука однозначно самому объекту. Такой пример приводится, что в нашем мире объекты зачастую размятся. То есть мы говорим слово, но это не значит, что этот объект появляется. Сказав слово «вода», мы жажду не утоляем. Но в абсолютной трансцендентной реальности вот такое свойство присутствует. Просто повторение определенного слова равнозначно существованию этого объекта. И в том числе это касается, вот то, что я уже упомянул, некоторые западноевропейские мистические традиции, они вот тему имени Бога исследовали очень глубоко. И по факту веры утверждают, что имя Господа не отличное от самого Господа. И более того, в различных традициях, отличных от ведической, эта тема тоже подтверждается. В частности, не так давно я нашел интересное упоминание про Русскую Православную Церковь. До революционной, в 1913 год, один актимандрит, не помню его фамилию, он написал книгу на взгорях Кавказа и в этой книге делился своим опытом с Иисусовой молитвой, то есть то, что называют умное делание. Знаете, да, повторение на четках Иисусовой молитвы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня от вечного. То есть эта практика ориентирована на то, чтобы сделать это повторение имени Бога непрерывным. И в этой книге он делился своими реализациями, но самый главный вывод, который он сделал, он соотносится с простой идеей, что имя Господа не отлично от самого Господа. И просто повторение Его имени равнозначно контакт и общение с Ним. То есть когда вы говорите Иисусе Христе, это по факту Иисус Христос уже присутствует. И эта книга вызвала огромный резонанс в той среде. И в особенности это получило распространение на Афоне. И там до сих пор существует некоторая вот такая традиция. Но это учение, оно вступило в конфликт как бы с той представлением Синода Русской Православной Церкви. Они его объявили как еритическое. И было такое даже термин, такие имя славцы, то есть те, кто признавали вот этот тезис в отношении того, что имя Бога и Бог суть одно и то же, и упоминание имени Бога равнозначно по учению, как бы контакта, общению с Богом. И имя Борцы, то есть те, кто этот тезис отрицали и считали, что это просто как бы некоторые материальные проявления не может быть такого соответствия поставлены. Но в Ведах этот тезис, он как бы изначально присутствует. То есть имя Господа и Господь суть одно и то же. И в том числе это подтверждает одноке Мантра Видя, когда они говорят, что вы, когда упоминаете какую-то Личность в мантрах, да, всякая мантра, она имеет свой адресат. Когда вы повторяете мантру, суть идет вот о чем. У вас есть какой-то запрос какой-то Личности. Если это, например, Шива, вы говорите, он наман Шивая, я выражаю себе в почтение Господу Шиве, то вы контактируете с ним. И каждая мантра имеет строение. То есть есть некоторая начинающая часть, это всегда Ом. Ом — это называют ее Маха-мантры тоже. Говорится, что все Веды изошли именно из мантры Ом. Все наше Вселенное, все наши материальные проявления, суть звучания этой мантры в эфире, в Акаше. И любая мантра начинается вот этим Ом. Потом идет некоторая биджа, то есть некоторое сосредоточие силы. Идет отношение, которое вы испытываете к этой Личности. То есть зачастую это слово намаха или намасте. Далее выражает свое почтение. И идет имя самой Личности, к которой вы адресуетесь. Это такой способ как бы выражения почтения, поклонения через звук. И Веды утверждают, что природа звука такова, что звучание мантры в эфире создает форму, как мы уже знаем, да, из скематики. И в эту форму входит эта Личность. То есть само звучание звука создает форму, в которую эта Личность приходит, так же, как мы входим в эти тела. И в Ведах еще есть одна интересная вещь. Когда рассматривается строение нашего материального мира, то там говорится, что тела существенно разных уровней существования имеют разную природу. Есть пять основных первоэлементов, начиная от пространства. Да, мы вчера упоминали вскользь, когда наша материальная Вселенная создавалась. То сначала создалось пространство эфир, потом из него и зашел первый элемент воздуха, который принцип движения реализует. Потом первый элемент огня, воды и Земли. И мы, как бы, на этой планете, наши тела, они в сильной степени состоят из первоэлемента воды и Земли. 80% мы знаем, да? Но чем более высокий планетарный свет мы берем, тем тела имеют более тонкую природу. И говорится, что на высшей планете материального мира, на сайте Локи, где находится Брама, там тела имеют звуковую форму, звуковую природу. То есть тело живого существа, оно состоит из звука. Что, как бы, трудно, наверное, представить, вообразить, но ведут уже это означает, что это так. И с другой стороны, чем ниже мы опускаемся, тем тела имеют более грубую природу, там больше первоэлемента Земли. А это означает, что больше, как бы, ограничений и страдания. Говорится, что одно существование в этом теле, где многое первоэлемента Земли, оно уже, само пребывание в этом теле, оно уже вызывает страдания. Поэтому там, где мы находимся, это примерно 50 на 50, что довольно комфортно. не дает сильно наслаждаться, не дает забывать о цели нашего пребывания. И еще я хотел вам рассказать вкратце, это имеет очень сильный, как сказать, резонанс с тем, что сказано в Библии в отношении творения этого мира. Вы знаете, что начинается, вначале было слово, да, в Библии, слово было у Бога, и слово было у Бога, и через него начало быть. Именно вот этот тезис в отношении того, что вначале было слово, он очень хорошо соответствует, резонирует с идеей творения мира, как это описано в Ведах. Говорится, что вторичный творец этого мира, вторичностью, который имя Брама, он создавал Томир посредством того, что просто произносил имена. Он называл имена, и так как мы с вами уже знаем, что имена однозначно соответствуют форме, то одно произнесение имени уже вызывало существование формы, в которую потом входило живое сищество душа. И он просто говорил, например, имя какого-то существа, да, Индра, и появлялась форма, которая однозначно ему соответствует. И в отношении той формы человеческого существа это было слово, слово, не помню, аширшаяк, ашреграм. В нашей форме, в которой мы сейчас, ей соответствует звуковая форму ашреграм, что в переводе с инфрита означает кровяной. То есть идея в том, что в любое место у нас к ней, у нас кровь идет. И еще один момент есть интересный. В христианской традиции там есть такая фраза «И слово стало плотью». Знаете, наверное, кто читал? То есть там есть богословы христианские, они по-своему трактуют, но есть интересная интерпретация с точки зрения лидического знания. Когда «И слово стало плотью», это может быть рассмотрено, как изначально был звук, и потом по мере увеличения частоты в колебании стали проявляться другие первоэлементы. Помните? Пространство, звук, соответствие. Потом идет воздух, потом идет огонь. И, например, первоэлементу воздуха в наших органах чувств соответствует прикосновение, то есть тактильное ощущение, осязание. Мы осязаем посредством первоэлемента воздуха. И известно, что из физики сейчас я скажу вам точно, что есть определенное частотное соотношение, что, например, тепло, которое может быть соотнесено с способностью осязать, оно существует в частотном диапазоне от 10 в 11 Гц до 4 на 10 в 14. Потом идет первый элемент огня, и это мы здесь воспринимаем как свет, или электромагнитный спектр. Это вот такой диапазон. То есть от красного до фиолетового 10 в 14, 70 на 10 в 14. Вот именно как свет. И речь идет о чем? И слово стало плотью. То есть изначально звук, по мере его увеличения частоты, огрубленной, он обретает все более и более грубые формы, и в конце это первый элемент земля. То есть идея структуры, то, что мы воспринимаем как стабильные, конкретные формы. Но по факту вот эта вот видимость, осязаемость твердого мира, это иллюзия. Все имеет волновую природу, и квантовая физика это постулировала уже, не знаю, из каких со времен, Планка, Эйнштейна, то есть в начало 20 века. Все имеет волновую природу, и на базовом, субатомном уровне никакого твердого вещества не существует. Это особенность нашего сознания, нашего восприятия. мы интерпретируем это таким образом, что он видится нам плотно. И коль скоро все имеет волновую природу, природу звука, то очевидно, что на принципе резонанса мы имеем силу оказывать влияние на эти объекты, явления. То есть на принципе резонанса, если мы воспроизводим чистоту, соответствующую этому объекту, то мы имеем возможность оказывать влияние на этот объект. Как вчера я пример приводил, когда переносили ткан с помощью звука, да, вот эти вот вещи. И смотрите, например, где-то есть какое описание, что в девические времена все, что было необходимо для человека реализовывать посредством мантры. Любые желания идут в реализации посредством мантры. То есть начиная от того, что если вы сейчас говорите я хочу машину, я хочу дюману, то просто производилась определенная мантра, которая вызывала этот объект существования. Вот это сейчас некоторые люди, я не знаю, насколько они как бы, насколько это правда, но есть такие свидетельства о материализации, да, что люди умеют воспроизводить разные объекты. Там кольца материализуют, пыль священную. Слышали, наверное, про это? Есть такой эффект. И есть предсказания в отношении нашего времени, где-то говорится, что все, что раньше воспроизводилось с помощью мантры, сейчас реализуется с помощью янтры. Янтры — это означает, янтра здесь переводится как механизм. То есть мы видим, что в наше время мы окружили себя огромным количеством таких, как сказать, протезов, которые реализуют какие-то функции, начиная от компьютеров, ноутбуков, да, и заканчивая машинами, оборудованием. И в отношении звука в ВЕДе указывают на первостепенную и наиважнейшую функцию именно слуха, не зрения, может быть, как нам кажется, потому что мы очень много информации воспринимаем через глаза, а именно через слух уши более важная функция, чем зрение. И в частности, известно, например, что люди, которые не имеют способности слышать, они до конца не могут как бы полностью во-первых, войти в эту культуру, осознать её и как-то социально адаптироваться до конца. И ещё один момент, чтобы эту тему как бы закруглить, это вопрос, который касается смысла, который касается целей общественного существования. Здесь идея такая, что есть такая теория, теория систем, математика или физика, на свете может быть диета. И общая идея сводится к тому, что пока вы находитесь внутри системы, вы не способны ответить на вопрос, для чего эта система была создана. Если вы возьмёте очень простой пример, механизм часы, и вам не будут говорить, что это устройство для измерения времени, и что вы сможете сделать, вы сможете его разобрать, понять, что шестерёнки крутятся, что там как-то циклически что-то происходит, то есть вы ответите на вопрос, как этот механизм работает, как он функционирует. Но ответить на вопрос, зачем это было создано, вы не сможете. И именно на вопрос, зачем, даёт ответ шабда или смысл, звук. И в отношении материального мира это тоже имеет смысл и ценность, потому что первый способ познания мира, телезнауку, он отвечает на вопрос, как этот мир работает, и как это вопрос, на который учёные отвечают. Например, вопрос, почему небо синее, они говорят, что свет солнца рассеивается на атом кислорода, смещаясь в какой-то голубой спектр, в голубую область. Но это ответ на вопрос, как? Но ответ на вопрос, зачем, почему, какова цель, его невозможно дать будущую изнутри. И именно это ставит ограничение крест, в принципе, на таком познании мира. То есть вопросы метафизики, они в принципе не могут быть рассмотрены наукой, но подойдёт до какой-то стадии и убрётся. Поэтому так важно как бы вот эта идея откровения, идея священных писаний, то есть Гиблия, Коран, Веды, как представительство откровения оттуда. И именно только через эти книги может быть дан ответ на вопрос о смысле жизни, о смысле человеческого пребывания в этой форме, о Боге. потому что Господь, сейчас где-то говорится, что одно из его имён от Хокшиджа, это означает тот, кто не может быть воспринят материальными чувствами. Это означает, что единственный способ узнать о Боге, это узнать о Нём из священных писаний посредством звука от того человека, который уже этот опыт реализовал. Именно поэтому существует такая традиция, как цепь джинической преемственности. И те святые люди, которые приезжали из Индии, неся это знание, они говорили, что когда беды получили распространение и люди очень заинтересовались, стали упоминания о межпланетных перелётах, о существовании космических кораблей, о технологиях, о которых мы, например, даже не догадываемся, то он говорил, что не обращайте внимания на это внешнее проявление, потому что самая главная физическая технология которая имеет ценность единственная это технология цепи ученической преемственности, то есть это способность передавать знания от учителя к ученику, только это имеет ценность, все остальное это просто некоторый уровень комфорта и способность адаптироваться в этом мире. Теперь к науке. Вы слышали такую фамилию Пётр Горяев? Слышали? Он положил, то есть у него были исследования в области генетики и он заложил основы того, что сейчас называется волновая генетика. Он проводил интересный эксперимент и общая идея, которая сводится к тому, что наш генокод, наши гены, они не совсем ту функцию выполняют, которую сейчас ученые считают. То есть по факту исследования показывают, что основная функция генов это кодирование белка как считается. То есть там записывание последовательность на основании которой потом белок синтезируется в клетке. Но если смотреть только эту функцию это окажется, что лишь 3% нашего геноконда отвечают за эту функцию. а остальные 95-97 ученые просто называют слово мусорная ДНК и сбрасывают из щитов, потому что функции их неизвестны. И он сделал интересное предположение, которое потом подсерили на практике, что функция ДНК ее можно рассматривать как некоторую антенну. Так как ней присутствует в атомы металлов, то ДНК в целом рассматривается как антенна. А это означает, что даже на уровне единичной клетки это представляет собой некоторое устройство для приема информации, передачи информации. И отсюда возникла идея волновой генетики. Эти эксперименты, которые воспроизводились, знаете, с морфогенной поля еще есть такое слово, когда на клетку с конкретным фиксированным генетическим кодом подавали некоторую волновую информацию с другой клетки. И эта клетка начинала воспроизводить признаки симптомы той изначальной, от которой была передача. И еще, например, самый известный пример это эффект телегонии. Вышли, наверное, тоже опыты, когда лошадь родила другую лошадь, но у нее окраска была зеброй, потому что у нее контакт был с зеброй. То есть в момент контакта с зеброй потомства не было, потому что это видом не предусмотрено, но сама информация волновая была перенята. И потом эти признаки проявились. Именно по этой причине настолько важно женщинам, девушкам идея силомудрия, и только один партнер определяет в сильной степени паттерн, шаблоны потом тех детей, которые будут рождаться. И Горяль говорит интересную вещь, что если мы посмотрим систему регуляции человеческого тела, то медицина у нас выделяет две основные. Говорится, что это нервная система и гуморальная, то есть гормональная, людьми словами. Но если посмотреть на уровне клеточном, 100 триллионов клеток в нашем теле, то ни нервные системы, ни гуморальные, они не способны на таких скоростях производить обмен информацией между клетками и поддерживать целостность нашего тела. Знаете, что вообще говорится, что свет путешествует со скоростью в 300 тысяч километров в секунду в электромагнитное излучение. И мы как-то так стереотипно переносим эту идею на распространение электрических комплексов в нашем теле. Но по факту наша нервная система имеет другое строение 120 метров в секунду максимум. От 5 до 120 метров в секунду. Если посмотреть на уровень регуляции клеточного, то очевидно, что нервная система, которая быстрее гормонально и не гормонально не способна это выполнять. Возникает вопрос, каким образом поддерживается целостность функционирования нашего тела единого организма. И здесь как раз ответ дает именно регуляция посредством звука. То есть он выделяет функции ДНК, как он называет биоэлектрическая биоакустика. И та фамилия, которую я вчера упоминал, это Барбаш Сереги Медика, он тоже говорил, что в процессе репликации ДНК ученые до сих пор не знают, каким образом, как клетка знает, когда нужно синтезировать какой-то белок, какую хромосому взять и как ее развернуть. Вы знаете, что они скручены очень сильно, там несколько есть свертывание наших ДНК. И чтобы синтезировать блок, нужно взять эту хромосому в виде ДНК, ее раскрутить, потом еще раз раскрутить, потом придут там репосомы еще кто-то транскрибирует, да, это все. И каким образом она знает, она плеточка раскручивает только конкретный участок, очень маленький. Потом приходят все эти операторы и все это делают. Как она об этом знает. И он говорит, что эта функция регулируется посредством биоакустики на уровне гигагерц. Звук является управляющей силой. Вчера мы говорили про стереогенетику, про то, что человеческое тело тоже строится по паттерну звуковому, что есть некоторая звуковая форма нашего тела, по которой зародишь в момент рождения, он начинает развиваться, клетчики знают, в какое место идти, чтобы занять свое положение и дифференцироваться в нужный момент. И эти научные предпосылки указывают на однозначный вывод, что звук это тот канал, тот способ воздействия, который имеет огромную силу. То есть по факту люди, которые владели искусством мантры в виде, они могли тела разрушать и создавать, говоря всего одно слово. Например, если мудреца вспыльчивого будучи мудреца звали Турваса Муни, в детях есть очень много описаний с его участием, и он отличался очень здоровым характером, и говорится, что его беспокоят, у него неурочный приемный дурочный момент, он мог просто неприятные последствия для этого просто мог сказать слово хум одна мантра, мантра такая атакующая, и человек просто сгорал. Есть еще более интересное свидетельство, мы слышали, есть такое описание огромного сражения на Курокшепеле, которое произошло 5 тысяч лет назад, там участвовал 640 миллионов человек, они практически все были убиты, и способ ведения войны в то время, то есть мы видели на картинках, что там люди с луками находятся, большинство людей в колеснице, и в руках у них лук, но сила этого лука она далеко превосходит тот лук, который мы сейчас имеем, идея была вот какая, они брали кусочек ватки, смачивали водой, ну, то описание, которое до меня дошло, мне рассказывали люди, которые изучают этот вопрос, наложили на стрелу и принесли определенную мантру, и когда эту стрелу запускали, потом вызывалось к силе оружие, сопоставимое по разрушительному действию с нашим термоядерным оружием, и те исторические раскопки, которые находят, они песок облавляется с характерные параметры, которые сейчас воспроизводятся на полигонах, где испытывают ядерное оружие, и по факту, о чем идет речь, чтобы в момент создания Вселенной вот эту формулу я равняет МС квадрат, я вам дам сейчас научно она была запланирована из науки, кому-то это интересно, кому-то не очень, я сейчас это вам дам, чтобы где-то было, потому что это важная вещь на тему почему это работает, и почему наука это подтверждает. Я равняет МС квадрат известная формула, что любое вещество может быть заинтегрировано с освобождением огромного количества энергии, и именно процесс угрубления веществлением материи, он был создан посредством звука, помните, Брама говорит мантру, и эта мантра связывает энергию и угрубляет ее до представления в виде объектной реальности, и обратный процесс тоже имеет силу, есть такое оружие, которое называется брахмастер, и произнесение этой мантры, оно вызывает обратный эффект, когда формула Е равняет МС квадрат, работает в сторону освобождения энергии, что сейчас разноценно эффекты термоядерного оружия, и сам он говорит, заканчивая тему научную, что наш генокод, он помимо волновой природы, имеет природу текстовую, то есть по факту это некоторый текст, и то направление, которое он как бы задал в генетике, оно имеет полное название лингвистика, волновая генетика, то есть именно о словах, о раздействии слов, и вчера ко мне кто-то подошел, я не помню кто, и спросил на тему мата, как влияет мат на наше здоровье, и нужно сказать, что мат влияет самым разрушительным образом, тот же Горяев проводил исследование, и он однозначные выводы приводит, что мат, ну, понятно, что вот вопрос культуры, этики, да, что как-то неприятно, когда человек матерится, неприятно, но воздействие разрушительное идет гораздо глубже, мат ударяет прямо по генетическому нашему аппарату, по ДНК, разрушается ДНК, поэтому мат очень страшная вещь, есть люди, которые используют для связки слов, просто затыкайте уши, еще лучше, если вы услышали, примите омовение, потому что вода, она как бы снимает это свернение, которое создаётся с помощью мата, универсальное средство, ну, и именно те люди, которые собрались здесь, с лишним говорить, что самим материться не стоит. Есть один фильм интересный, кому завтра на тренинге скопирую, там приводятся некоторые эксперименты, там сравнивают три контрольные группы, одна это когда читают молитву, одна это когда просто говорят некоторые произвольные набор слов, контрольная группа, и одна когда матерятся, причём матерятся в двух формах, в одной как бы просто для связки слов, без какой-то эмоциональной экспрессии, а в другой группе матерятся так, конкретно. И что они делали? Они говорили этот текст на воду, а потом водой заливали семена, и проросковый эксперимент, что называют, и смотрели параметры семян, сколько их взошло, какая длина крышков, и оказалось, что, предсказуемый сейчас для нас результат, что в случае матерства, особенно с матерей экспрессивного, это очень разрушительное влияние, 52% всего взошло, в случае обычной речи 84, а в случае молитвы 96. Поэтому такая вещь, как молитва перед едой, то, что называют, благословение еды в христианстве, или традиция, например, предложение пищи Господу, с определенной ее мантрой, с определенным настроением, она имеет большую силу. Это можно сказать, что профилактика заболеваний не так, может быть, грубо это будет сформулировать для вещей духовных, но на каком-то уровне развития сознания это, ну, можно сказать, что первая вещь, говорится, что люди, ищут Господа, первая форма, в которой они познают Бога, это пища. Анна Майхоша, уровень развития сознания, на котором люди могут познать Бога посредством пищи, предложенной Богу. И с учетом вчерашней теории Тичатур-Вах, речи, где есть четыре ложных уровня, вчера вышли, вы можете еще понять, каким образом правильную пищу предлагать. То есть это не просто внешне какая-то форма «Господи, благословили», «Спасибо тебе», или прочитать какую-то мантру лидическую. Нужно это делать с правильным настроением, с правильной эмоцией и сердце, эмоцией благодарности, мы всегда про это касались, и с правильным желанием. желанием вы можете сами для себя понять, самое простое, пусть это пища принесет благо, духовное благо всем, кто ее будет вкушать, такое желание. Поэтому очень четко нужно отдавать отчет, когда вы это делаете, и первостепенную важность имеет значение то желание, которое находится в вашем сердце. Оно является определяющим и задает все направление того процесса, который вы называете молитвой вовлечения. Манты. Что касается манта, там еще были два эксперимента. Есть такой аппарат называется тепловизор. Он фиксирует просто температурное распределение в человеческом теле. И заметили, что когда человек ругается матом, он просто воспроизводит все симптомы, которые соответствуют состоянию сильного стресса. Это два. И третье это Кириллиан фотография. Тоже слышали наверное? Возоразрядная фотография. Супруги Кириллиан в начале 20-го или конце 19-го века они открыли этот эффект, когда фиксируют можно сказать электромагнитное излучение человеческого тела. Это еще не тонкое тело, это не тонкоматериальная энергия, это энергия группоматериальная, но имеет волновую природу, электромагнетизм. И там делали что? Они просто самый простой этап печати пальцев делали, есть определенное свечение вокруг пальцев. И по этому освещение можно определить функциональное состояние организма. И в случае человека, который сначала просто фотографируется, потом матерится, фотографирует ему пальцы, и потом матерится так, хорошо матерится с эмоциями, фотографирует и опять-таки ударяет на систему очень сильно, причем самая сильная система, на которую бьют эта система половая. Умат очень тесно связан с этой сферой, это очень разрушительно для быть осторожнее тем людям, которые могут это фильм просто скопировать я вам его дам. Идем дальше. Давайте сейчас перейдем к тому, кто на тренинг не попадет, мне бы хотелось дать некоторую основу, которая позволит вам получить некоторую возможность для работы собственным голосом. В теории этой в основе лежит теория Багрунова, это, кстати, он питерский психолог, ваш земляк. Он разработал то, что называется школу природного голоса. Это очень простая и эффективная техника по настройке голоса. И саму вот эту систему он назвал три секрета в шаляпин. Очень такое название емкое, но действительно, посмотреть, то это три принципа, которые касаются нашего анатомического строения, физиологического функционирования и психоанациональной сферы. Если вот эти три параметра вы возьмете в нагу как бы сначала уделять какое-то внимание на первых стадиях, пока это не перешло в привычку, то ваш голос изменится в сторону с тембром голоса, помните? То есть появится абертонник и амплитуда их усилится. То есть характеристики голоса проявятся как красочность, выразительность, способность выражать эмоции, способность петь. Я видел, что 80% хотели петь. Это техника, которая позволит научиться петь очень легко к вашему удовольствию. И вчера я уже начал рассказывать про то, что звук зарождается не вот здесь, но на уровне голосовых связок. проблемы. Потому что если бы он зарождался на уровне голосовых связок, то смотрите, какое противоречие. Тогда связки должны были быть у мужчины размером 15 см, потому что это соответствует длине волны мужского тембра и у женщины поменьше 10. Очевидно, что это не так. И по факту речь идет вот о чем. Звук зарождается раньше, зарождается в антикальном дереве, в системе трубок. Здесь поднимается и связки выполняют некоторую формообразующую функцию. Мы говорим сейчас о группе, о механическом воспроизведении звука. И формообразующее, потом ртикуляционное воздействие, где мы различаем гласные звуки. Помните, в конце О, О, А, Н рисовали спектр. Я говорю, что различие состоит именно в том, что энергия парадного распределяется в спектре, диапазоне. Помните, если вы попробуете сейчас сделать, попробуйте, можно даже не вслух, если вы будете это шепотом делать, вы почувствуете, попробовать спеть О, О, А, непрерывно. Воспроизвести просто так, как бы вы если вы делали вслух. Вы почувствуете, что меняется размер резонатора вот здесь в вашей гортани, в вашей ротовой полости. На звуке О она имеет максимальный размер, потом по мере того, как вы идете гласным О, А, Э и И, самый высокочастотный звук, он имеет самый маленький размер. Идея какая? Чем выше звук, чем выше частота, тем меньше размер, тем меньше вина волны, все очевидное соответствие. И звук зарождается здесь, и одно из главных фундаментальных упражнений, оно состоит в том, чтобы правильно его сначала научиться фундамент основным закладывать корни звука. И это делается, когда вы просто мучите. Просто мычание, когда у вас эта часть вообще не работает, потому что артикуляции никакой нет, вы никакие гласы не воспроизводите, да? Просто мычание, когда гибрирует грудная ваша клетка. и критерий правильности выполнения заключается в том, что когда вы кладете руку себе на грудь и пробуете по-разному мучать, то мычание, на котором вы чувствуете выраженную вибрацию, это есть как бы индикация, указание в том, что вы нащупываете правильную область, правильный спектр. Помните, звук связан очень тесно с нашей анатомией, в нашем строении, то есть размер трахеи он указывает на низкие частоты, которые в вашем голосе будут проявлены, да? Главные бронхи, второстепенные бронхи, и по факту речь именно о размерах, а это означает, что у каждого из вас в соответствии со строением вашего физического тела есть конкретная высота звучания, да, которая максимально реализует потенциал вашего голоса. Это означает, что есть какой-то звук, который буквально называет природный голос, или примарный тон, базовый, от которого вы уже потом можете пойти и начать развивать голос, уже начать петь, вещать. Ораторское искусство мастерство это все вторичные вещи в отношении этого фундамента, который закладывается. И очень простые упражнения, их всего два, я вам сейчас дам, а завтра мы это будем уже делать с вами тем системе, кто придет. Первое, это когда вы просто мучите, полностью расслабив, здесь правильнее сказать, не расслабив физическое тело, а более правильно будет успокоить свой ум, потому потому что напряжение физического тела является следствием напряжения в сознании и состояние такого спокойствия умиротворения, которое будет выражаться в мышечном расслаблении, нужно просто начать мучать. И самое близкое к примарному тону это говорится, что это стон. То есть естественно наша способность выражать звук, когда нам плохо, да, мы вчера коснулись тем, что это помимо прочего запускает некоторые целительные механизмы в нашем теле, то есть стон полезен, то начните мучать и стонать и смотреть именно по высоте звука. Мучание близкое к стону по высоте это будет той самой точкой входа в ваш процесс развития голоса правильно. И второе упражнение оно связано с тем, что у вас есть некоторая привычка использования вашего голоса. Мы очень сильно обусловились человеческой речью, обычным говорением и огромный диапазон возможностей голоса мы просто не используем. Мало того, что люди еще петь разучились. И поэтому здесь важно мычать, но не как бы вы мучали, а как бы мучали коровы. Когда они мычают. То есть вы представите, вы коровы попробуете мычать, то это будет мучание отличное от первого. Потому что если мы сказали помычи, я бы сделал что-нибудь типа помычи, корова, здесь уже пространство для вариантов открывается, вы можете его смело осваивать. Просто пробуйте идти вверх и вниз, пробуйте разное пространство вашего звука. То есть это области, в которые вы уже давно не заходили и вначале могут проявляться какие-то неприятные может быть симптомы, кто-то начнет кашлять, и кого-то звук пойдет дребезжащий, у кого-то пойдет напряжение в теле. Есть люди, которые начинают даже плакать, потому что психонациональный подавленный заряд, звуком высвобождается и всплывая. Это пройдет с практикой, просто как бы продолжайте и даже такая простая вещь она уже даст свои плоды. Вот есть вопросы по этой части, мы пойдем дальше. Я вам хочу показать еще одно видео. Вспомним, какое. вот в научной данной молитве есть еще маленький такой фильм 20-минутный, кому интересно перескопируйте. Там рассматривают интересный эффект. У нас же ученые идут от представления, что мы произошли из материи, да, и соответственно все высшие функции сознания, они могут быть померены последствием работы мозга, как сведоточие нашего сознания. Считайте, что мозг привычен, сознание это просто его вторичная функция. И исследуя электрическую активность мозга, они используют такую терминологию как ритмы мозга. Знаете, альфа, бета, тета ритмы, то есть каждому состоянию нашего сознания, а их выделяют три в науке, соответствуют определенные формы электрической активности. И, например, есть альфа-ритмы, которые соответствуют состоянию успокоения, расслабления. Есть бета-ритмы, которые уже частота возрастает, мы уже когда активно занимаемся какой-то состоянии сна. И один ученый, он, я не помню, там, какая сная завязка, короче, он предположил, что должна существовать еще одна форма на принципах симметрии, должна существовать еще одна форма активности мозга, которая в обычном состоянии не фиксируется. То есть должна быть, но нету. И к своему удовольствию он ее обнаружил, когда пригласил монахов, и они с этими приборами на своей голове, они начали молиться. И он назвал четвертым состоянием. И очень интересные результаты были в том плане, что мозг демонстрирует активность, которая соответствует отключению работы воспринимающих чувств. То есть когда человек глубоко погружается в молитву, он перестает воспринимать информацию от основных органов чувств, которые мы пользуемся в бодрствующем состоянии, и переключается на восприятие реальности, которая живет за пределами органов чувств. То, что называют трансцендентной реальностью. И вот те святые, которые описывают практику своего, духовную практику, они как раз утверждают, что в процессе углубления молитвы, в процессе того, как молитва сначала идет из языка в ум, а из ума в сердце. мы потом поподробнее поговорим, это большая тема. Когда оно входит в сердце, там укореняется человеку из сердца раскрывается опыт восприятия трансцендентной реальности. То, что в православии называют, например, царством Божиим. Святые Серафим Саровский, Сергей Радоничский. Серафим Саровский, когда этот опыт воспринимал и в попытках передать его, он как бы, ну, они говорили такими короткими сентенциями, чтобы передать как метафорами. Но по факту речь идет не о метафоре. Он сказал такую вещь, он сказал, если бы вы знали о том, что приготовил для вас Господь в Царстве своем, вы были бы готовы всю жизнь происсидеть с явищем реально. То есть это вот тот опыт, то, наверное, трудно найти какое-то соответствие здесь, потому что эта реальность настолько отличается от нашей обыденной и основой той реальности она одна. это чувство любит. Именно поэтому в процессе правильного повторения молитвы, в процессе правильного повторения мантры, если, практикуя это, вы не чувствуете, как любовь начинает оживать ваше сердце, раскрываться, то это начать, чтобы делать что-то неправильно. Нужно брать советы своего духовника, своего духовного учителя, наставника, пытаться разобраться, в чем дело. Есть одна удивительная книга, которую я читал, это откровенный рассказ о стране по духовному отцу своему. Наверное, многие из вас читали ее. Знаете, такое название? Посмотрите, это удивительная книга, которая описывает, как один монах, это издательство, такие у Печерского областью дореволюционные, как один монах, он просто путешествовал по России и встретил старца, который ему дал всю свою молитву. И он начал ее практиковать на четках. И вот эта книга, она, по сути дела, посвящена описанию того, каким образом вот этот звук, правильно произведенный, начиная с языка, с грубого внешнего повторения, помните, звук ваикаре, про который мы говорили, входить в ум, то, что соответствует уровню, помните, матхьяма вах, речь на уровне ума, и потом из ума или в сердце, речь на уровне уже ашьянки, уровень пара, более глубокий. И там описываются как бы стадии, процессы, и это описание, когда я прочитал, я был как бы потрясен, потому что это удивительным образом соответствует тому, что написано в ведах в отношении практики повторения святых имен. Там тоже есть своя мантра, которая как бы цель не имеет пробуждения любви к Богу, и эти симптомы описания, они однозначно соответствуют описанию, которое есть в ведах, которые святые люди ачарьи описывают. Поэтому, кому интересно, кто хочет это делать серьезно, эту книгу посмотрите, она такая очень такая полная любви, это чувство, она теплоте, она входит в сердце и дает энтузиазм практиковать. Я вам хотел какой-то фильм показать, а, есть фильм. Это небольшая, есть такая белоруссия сняли, притчи называется. Не видели вы фильм? Он не очень известен, насколько я знаю, но в финансовых семинарах начали выдавать. это два фильма по одному часу. Я вам сейчас хотел бы показать, занять ваше время 12 минут, чтобы вы почувствовали этот вкус. Он касается именно молитвы правильной. То есть, нужно понимать, что такое молитва. Давайте ваше время сэкономить и чуть-чуть перебернуть. Это не лишь бы так. Вот какую историю отец Павел рассказывал. Едет архимандериц иконы Божьей Матери по якому озерам крестным ходом. Бога избранная от раколицы ищем образ твой святый и вето тиши и целения всем с верою притекающим ищи. Отец Александр, на этом островке трое святых живут. А что за народ? Монарки? Да нет, рыбаки. Ясно. Да у них рыба, во, какая. Да такую в здешних местах никто еще не ловил. Чудотворцы. Италия, и старцев, и чудотворцев. Не бери в эти просто с ним. Откуда нынче святым-то взяться их и в монастырях не сыскать. А вы мне про обычных рыбаков рассказываете. Отче, там святые живут. Вот те крест святые. Да послушай нас, да точно говори. Вести мы святые, все знают. хм. Ну хорошо. Остановите корабль. Давайте-ка навестим этих ваших чудотворцев. Павлистан стоять. Капитан, я понимаю, ваши матросы простые люди, но а вы? Вы же образованные члены. Как вы можете верить, какие роскошь не бабушки. положили святой жизни подвижен Йовкинский старцы и свидетель Игнатий Гринчанинов. Вот камертоны в зачащей жизни духа. А здесь рыбаки. А народ то верит. Да. Дерево на борт. Тот машина. дьяк альфатор. Мы хотим чтобы ты сопроводится не поздно марию и ей рожать. Версу на роду. Мы что выбрать нет. Раз зовет вода схватили и дружка не будет. Идут к нам. Идут к нам? Да. А-а-а! Давайте, ребята, к вам. Владославите, Марташ. Вот мысли. Добрый день. Люди добрые. Рассказывали мне, что где-то ты, тут святые живут. Иди же. На этом острове. Одни мы тут живем, святых не видали. Хорошо. Да проходи, отец, к нашей скромной трапезе. Пойдем. Благодарствую. Ты такую рыбу в течных местах помышлял с родами. А этим как не приедешь? Только такая. Отдельцы нашей водички из родничка. Спасибо, господи. Хорошо. А расскажите, люди добрые, кто вы? Сколько здесь живете? Чем промышляете? Откуда вы? Спасибо, господи. А не знали, Моча, сколько мы здесь живем? Лет, может, двадцать? Мы были рыбаками, промышляли рыбу на этом озере. Поднялась сильная боля, все разметало. Все разметало. Пороя на доске дали Богу обещание. Господи, если открутимся на земле, с этого места не уйдем. Будем жить здесь до конца нашей жизни. До конца нашей жизни. До конца нашей жизни. Ну, а зимой как? В одной рыбаке? Да нет. Добрые люди ту лупы привезли. Да, добрые люди. Ну, это ладно. А как молитесь, главное? Да какие мы, мои святники? Учили азбуки, ведьм. Да и то не выучили. Да только знаем, что на небе есть Святая Троица. Бог Отец. Бог Сын. И Бог Святой Дух. И нас трое. Я Вася. Ваня. И Илюша. Да мы никаких молитв не знаем. Мы сами придумали молитву. Сами? Трое вас и трое нас. Господи, помилуй нас. Нет, неправильно. Вот какую молитву надо читать. «Отче наш» называется. «Отче наш, Ижеиси на небесе, Освятится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, Я Бог на небеси и на земли. Хлеб наш на сушный дашь нам есть. И остави на долги наши, А тоже им мы оставляем долги». Во, дали. И так вот ченак зацянули. Так трапези. Как знали, что гости будут. О, дали. Отлично. papers to my soul goes back to my soul. Спаленника. Хороша? Дам. Хорошо. Пусть möj-юджет. Угу. 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 Господи, курс не пасите на ученики. Пусти нас убогих. Так, как бы нам на день молитве научиться? Молитве научиться. Молитве. Ну, раз грамоты не знаете, мотайте на ум. Отче наш, ежи и си на небесах, да святится имя Твое, да приимет царствие Твое. Да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хребт наш насущный дашь нам вниз. И оставь нам долги наши, як на небесе и на земле. И не введи нас в искушение, но избави нас от рукавов. Аминь. Какие еще люди есть на Святой Руси? Что вы говорите? Я говорю, какие еще люди есть на Святой Руси? Чудаки. Затыв. Да какие святые? Простые да навыжные. Именно дела твои, Господи. Ну что, Никодин, за марию-то попросил? Конечно попросил. Ну, слава Богу, теперь все хорошо будет. Субтитры подогнал «Святой Руси». Господи, мой милый. Отче! 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 Мы ее отчеку забыли? Ой, если ты имя твое! Давай слово учись! Я уже воинне сех векам монахом. У криста уเข bojo 스표 встаю, а затем от Бога власти священства. Все молитвы знаю, но бегать по мою я не уберу. Не побежать меня А вы только и знаете Трое нас, да трое у вас Господи, помимо нас А у вас чистое сердце Идите Идите с Богом на свой святой остров И живите и молитесь там Как молитесь Это я молитвы сказал А немного глаголнее Вот что говорил старец Поняли? Родные мои Это я про молитву сказал Как молиться Не про многоглаголание Сила молитвы не в многословии А в искренности молитвенного вздоха Где просто, там ангелов созда А где мудрено Там ни одного Там шесть таких историй И вот три просто удивительные Смотрели не так давно Саша, скачали Посмотрите Там одна есть Как называется? Называется «Притчи» Там еще есть фамилия Ну вот если вы притчи наберете «Притчи» И «Притчи 2» И трое вас, трое нас по названию То сможете найти Там два фильма И теми как бы завершения Это знание Летическое Как оно может быть Синхронизовано Вот с тем Что мы сейчас видели То есть есть какая-то Внешняя форма Которую мы считаем Молитвой Или мантра Которую мы как бы Вкладываем В свое обращение Господу И есть внутренние Как бы скрытые От нашего восприятия На прямой уровне Это вот тонкоматериальные На уровне ума И на уровне разума Там где желание И по факту Правильная молитва Она подразумевает Что вы вот эти три уровня Уровень внешний Уровень ума То есть представление об объекте И уровень своего желания Зачем вы это делаете Что вы медвежи Должно быть синхронизовано Соотнесено с четвертым уровнем Это звук Транцидентный И когда эти уровни Синхронизованы В этот момент Как бы собственно Молитва и реализуется Потому что Если ситуация обратная Когда вы говорите одно Думаете второе А хотите чего-то третьего Да То это молитвы Даже назвать строго говоря Нельзя Думаю что это полезная вещь Когда я эти вещи узнал Мой как бы Собственный подход К тому Как это делать Он изменился Принципиальным образом Потому что зачастую Когда читаешь Например Ту же мантру Тут руководишь себя На том Что основное Основное желание Которое в какой-то момент Появляется Это в том Что когда это уже закончится Сколько я кругов Уже прочитал И это автоматически Крест в принципе На процессе Он не идет Глубь Он не меняет сердце И в одной лекции Интересной Православного Одного Старца Я такую вещь А не сердце Когда она опускается И входит вглубь И в этот момент Не останавливается И это как бы Не метафора Есть один такой святой Приезжал из Индии В 70-е годы И его спросили А почему вы говорите Что мантра Должна звучать постоянно Непрерывное воспроизведение Должно быть Но мы тем не менее Не видим Что вы это делаете Он говорит А ты подойди к спине Как бы и послушай Он подошел Приложил ухо Ухо В то место Где сердце И услышал Что эта мантра Она звучит То есть Прямо из сердца Звук идет То есть это не Некоторая метафора Буквально Имеет силу Вот это самая важная Самая ценная вещь Которую я хотел вам сказать В отношении звука И вторая Она касается Вот такой вещи Что в отношении По стране отношений С Господом Есть множество путей То что мы сейчас знаем Как разные традиции Разные конфессии И там есть внешняя Как бы ритуальная часть Может быть разная Философия может разниться Но вот эти принципы Работы именно звука Могущества звука И тонкоматериального Да И могущества звука Трансцендентного Уровень Который мы сейчас Не сможем понять Мы можем только принять на веру И практикует Уже проверить Эти принципы Они реализуются И именно по этой причине Какую бы традицию Вы не взяли Вы можете найти там Практику Которая строится Именно на звуке В православии Это исихазм Это Иисусова молитва Да Принцип постоянного Воспроизведения Они тоже читают Как можно больше И в том Что когда человек Начинает это делать Он начинает ощущать Вкус к этому Да И когда говорится Вкус Здесь опять-таки Это можно понимать На внешнем уровне Метафора Просто то что мне нравится Делать То что я хочу делать У меня есть вкус Но С какого-то момента Этот вкус Он ощущается буквально Если посмотреть На нашу физиологию И связь физиологии С эмоциями То вы знаете Что Эмоция страха Вызывает Одни реакции Да Выкидывается В курок адреналин Но на адреналин Сужаются Сплазмируются сосуды Напрягаются мышцы Входит в тонус Или эмоция Например Счастья, радости Вызывает другие эффекты Вы знаете Своё состояние Когда вы были влюблены Как вы себя чувствовали Чтобы вы летали Да Здесь очень тесная связь И В случае Повторения молитвы Это работает Другим интересным образом В какой-то момент В ветрах описано Что На языке Начинает ощущать Сладкий вкус И есть такое описание Что есть ещё система Чакра Вот 7 чакр основных Которых мы знаем Есть чакральная система Она более расширенная На самом деле Этих аналитических центров Гораздо больше Просто их 7 главных Выделяют Есть ещё такая чакра Которая называется Биду И говорится Что в процессе практики С этой чакры На язык капает Капля нектаров И человек Который Хотя бы раз Попробовал этот вкус Его уже ничего другое В этом мире Не может привлечь Потому что Все те Наслаждения Радости Этого мира Которые мы Привыкли считать Наслаждением Они меркнут На фоне того Что переживает Люди Достигнув И достигнув Заняться чем по другим Более Таким простым Да То В большинстве Случа Я надо Почитать Потому что Это уже несёт Некоторое Ну вкус Есть Правильно Сказать Больше Лучше Всего Симулирует И надо Сказать Что это уровень Какой-то Бог Весь Такой Что Что-то Выдающееся Это очень Достижим Очень реальная Вещь В своей жизни Может Сам Саня Попробовать И ощутить Просто У меня Сама Природа Моего Ума Атакова Он Очень Медлительный Неподвижный Его Долго Разгоняется Я Разгонялся Целые Два Года Но Люди Которые Более Такие Динамичные Более Легкие Да У которых Тонкое тело Более Карма Лучше Попробожно Сказать То Они Могут Такой Практикой За 3 Месяца Уже Ощутить Те Вещи О Которых Я Сейчас Говорю До Судни А Те Вещи О Которых Вы Говорите Чувствуете Львы Вкус Именно Вот На Том Уровне Надо Понимать Что Все Это Является Не Результатом Не Примерно Результатом Усилий Это Не Механическая Система Что Я Делаю Это В итоге Получаю Вкус А Это Является Результатом Милости Господа Когда Господь Видит Как бы Твое Усилие Твое Решимость На Этом Путе Он Результат Дает И В Зависимости От Характера Ваших Отношений С В наше Время У людей Настолько Сильный Дефицит Именно В этой Сфере В сфере Пищи Для души Вся Современная Западная Культура Цивилизация Она Построена Именно На Обслуживание Интересов Кругого И Тонкого Тела То Эта Сфера Остается Настолько Востребована Сейчас Что Люди За это Пута Пута Пробуют Поэтому Пробуйте Это Очень Сильная Вещь Я Как-то Взял Высокую Ноту У меня Еще Есть Материал На Тему Именно Влияние Звука С точки Зрения Научных Подходов Там Выписывается Функциональная Асимметрия Полушарий Мозга Каким Образом Именно Звук Влияет На Непосредственно Работу Нашего Головного Мозга И Это Можно Дефиксировать Если Снимать Энцисфолограмму Альфа Бета Тетаритмы Мозга Еще Есть Какой-то Материал На Тему Связи С Слух И Сознанием Сколько Вам Это Интересно Было Услышать Еще Или Можно Пойти Как Вы Какие-то Другие Области Коснуться Интересно Все Интересно Давайте Я Планирую Эту Часть Сказать Ближе К Концу Но Так Получилось Когда Я Закончу С Теми Что Религий Много Но Господь Один И Тем Тема Злух На Разных Традициях Проявлено Я Просто Вам Перечислю Чтобы Было Понимание Более Кругозорное Что Христианские Традиции Это Практика Постоянное Воспевание Мем Господа Это Исихазма Это Повторение Иисусовой Молитвы На Черт Когда Традиции Индуизма Это Различные Мантры Традиции Вашнавизма Это Маха Мантра Парит Кришна Мантра Традиции Например Буддизма Китайского И Японского Буддизма Это Традиции Которые Называются Няньфо Китайский Вариант Именно Буддцу Японский Это Мантра Которая Адресована Будде Амиде Милостивый Будда Который Как бы Это Уже Отличается Классического Буддизма Раннего Буддизма Хировады Постепенно Буддизм Стали Проникать Сила Звука Проявилась Специфическим Образом И Традиция Алмазная Колесница Может содержит В полном объеме Это знание Реализует Вот это Китайский Японский Буддизм Они практикуют Эту мантру Повторения Еще такая Традиция Она малоизвестная Религия Бахаи У них Есть Свои Откровения Свои Священные Писания И их Практика Тоже Своится Повторению Называют Самые Сладостные Из имен Бога В исламе Это традиция Зикра Быть высшими Есть Тоже имя Господа Они его Повторяют Прославляют И Изначально В православии Знаете Что когда христианство Пришло У нас было Православие И потом Христианство Стало называться Христианство Православие Отличает Католичество Но православие Традиция Более Древняя И То что Сейчас Учебники Истории Описывают Как язычество Но По факту Это Можно Рассматривать Как некоторые Осколки Ведической Культуры В тот момент Когда Традиция Знания О Верховной Личности Господа Она была Утеряна Придавая Изобрению Всего Особенности Работы Сознания В нашем Времени То Людям Осталось Доступно Знание О Управляющих Личностях О полубогах И Если вы Посмотрите В разных Традициях В разных Культурах Вы увидите Что Одни и те же Личности Одни и те же Полубоги Под разными Именами Присутствуют Если вы Возьмете Например Индра Это полубог Который Повелевает Дождем И молнией Это Царь Райского Мира Он живет На сварге Ведической Традиции Если вы Возьмете Зевса Это Царь Олимпа Бог Громовежец Который Поражает Прогов Молнии Если вы Возьмете Перуна Как Личность Из Ведизма Русского То Эти все Имена Указывают На одну и ту же Личность И Ведическое Ведическое Это будет Оскорбление Говорить Именно В православии В изначальном Там была Именно Практика Почему Называется Славяне Потому Что Основная Практика Бывает Прославление Господа Как Основная Традиция Когда Говорится Славяне Имеется Ввиду Именно Поется Слава Богу Теперь К более Простым Приземленным Лещам Как-то Не очень Комфортно Переходить Но Тем не менее Надо Это сделать Давайте Сделаем Перерыв Небольшой Пусть Скоро У нас Такая Пауза Возникла На 10-15 Минут И Потом Продолжим То Что Подсуждается Современной Наукой В отношении Воздействия Звука На сознание Непосредственно Знаете Что У нас Есть Два Полушария В головном Мозге И Ученые Заметили Такую Интересную Функцию Которую Назвали Функциональная Симметрия Полушарий Когда Одно Полушарие Аптические Функции Реализуют Связанные С логикой С речью Со Способностью Распознавать Лица Другая Такое Более Конкретное Логическое Мышление Распознание Речи А второе Полушарие Правое У большинства Людей Оно Связано С Восприятием Пространства С интуицией С восприятием Музыки Причем Интересно Что Когда Идет Какая-то Песня Поется То Левое Полушарие Распознает Речь Именно Послание Слова Песни А правое Полушарие Отвесно За восприятие Самой Мелодии За Эмоции То есть Такое Более Творческое Более Интуитивное Сприятие Через Правое И Роберт Монро Про Который Вчера Упоминал Он Разработал Интересную Систему То есть Он изучал Воздействие Звука На сознание И Такой Интересный Вывод Он Сделал И Технику Принес Которая Называется Техника Бинаральных Биений Основная Адея Стоит В том Что Наши Уши Они С мозгом Связаны Перекрёстно Правое Ухо Связано С левым Полушарием И Если Сделать Такую Вечу Как Послать Правое Ухо То есть Левое Полушарие Сигнал Одной Частоты А В другое Полушарие Послать Сигнал Частоту Отличающейся На Дельту То Что Произойдет В одном Полушарии Мозг Ходит резонанс На одной Частоте Другому На другое И Дабы Синхронизоваться Как Целое Мозг Выбирает Частоту Равную Их Разности То есть Посылая Сигнал 100 Герц Сюда И 108 Герц Сюда Вы На Инцеполограмме Зафиксируете Что Олимпическая Активность Мозга Она Вошла В режим Колебания На уровне 8 Герц И Зная Что Есть Ритмы Мозга Альфа Бета Тета Ритмы Мозга Которые Соответствуют Разному Двигу Деятельности Через Звук Опосредованно Можно воздействовать На состояние Сознания Человека И Именно С этим Связаны Разного Рода Программы В одно Время Очень Популярные Которые Называются Брейнбэй Генератор Генератор Мозговых Пол Человека Разного Рода Системы Построенные На Принципы Быстрой Релаксации Изучения Различных Языков Концентрации Они Просто Посредством Работы Со звуком Изменяют Функционирование Мозга Таким образом Что Это делает Некоторую Продисположенность Прижим Функционирования И Есть еще Такая вещь Одно Время Она была Просто Бичом Интернета Это Аудио Наркотики Вы Слышали Такую вещь Не слышали Чистую Чистую Не знаю Стоит В этом Говорить Если Чистая Весь Тоже Собралась Но Суть В том Что Они Воспроизводили Эффекты От Наркотиков Посредством Определенной Заложенной Программы Звуковой Когда Некоторые Признаки То есть Не в полностью А какие-то Признаки Этого Эйфории Проявлялись Посредством Воздействия Определенной Звуковой Программы Разных Каналов Но Надо Отметить Что Несмотря На Эйфорический Эффект Те Разрушительные Последствия Которые Впоследствии Вызываются Этим Егодием Они Сразмеримы С применением Наркотиков Поэтому Не Слушайте Это И Это Кому интересно Называется Биногральное Движение Сама Техника А торговая Марка Это Хивисинг Есть Множество Программ В интернете Есть Конкретные Треки Записанные Которые Ориентированы Именно На Быстрое Засыпание На Релаксацию То есть Можете Попробовать Кому У кого Есть Интерес В этой Области И С этими Ритмами Мозгом Еще Связано Один Интересный Факт Очень Который Ученых В свое Время Озадачил Знаете Что Наша Планета Она Окружена Поясом Ионов То есть Это Заряженные Частицы Называется Пояс Не Койпера По-другому И Идея В том Что Электромагнитное Излучение Оно Когда Попадает Эту Область Между Землей И Этим Старым Кольцом Да Оно Вызывает Существование Некоторой Устойчивой Волны На самом деле Целый Ряд Волны Базовая Частота Она В районе Где-то Около Чуть больше Семи Герц Она Мешко Плавает Ее Называют Частотой Шумана Наверное Слушали Частоту Шумана И Факт Оказался Интересным Что Эта Частота Шумана Она Соответствует Альфа Ритмам Нашего Мозга То есть Наша Электрическая Активность Мозга Она Очень Сильно Завязана На Внешний Электромагнитный Фон И Жизнь Больших Городах Да Где Очень Большой Уровень Электромагнитного Шума Он Не Очень Букоприятно Сказывается Именно На Способности Осознавать Себя Как Часть Некоторого Целого То есть Мы В большом Городе Более Расположены Принимать Идеи Концепции В отношении Того Что Я Сам По Себе Что Я Отдельный Что Я Тело Когда Вы Выезжаете За город На Более Чистый Вы Можете Воспринимать Ту Базовую Природную Частоту Которая Есть Еще Некоторые Интересные Исследования Я Не Знаю Насколько Они Достоверны Я Эту Информацию Не Проверял Я Из Источников Встречал Такой Факт Что Указывает На То Что Якобы Эта Частота Шумана Она В Последнее Время Начала Расти И Это Указывает Именно С Вопросом Раскрытия Развития Сознания Есть Прямая Связь Между Электромагнитной Активностью Мозга И Тем Состоянием Сознания Которые Мы Входим Вот Такой Факт И Еще Есть Очень Интересные Исследования Это Исследование Швейцарский Не Ошибающий Тихотерапевт Его Назовывают Альф Катаматис С ней Связана Одна История Есть Такой Оперный У него были Первое время Не очень Выдающиеся Данные Он был Как бы Певец Но из Разряда Правных Себе И Когда ему Сделали Операцию На Одном Из ушей Ух Я не знаю Каком Именно То Он После Этой Операции Продемонстрировал У него Просто Был Взлет Характеристики Его Голоса И Когда С этим Вопросом Стали Разбираться Оказалось Что Это Прооперированное Ухо Перестало Воспринимать Низкие Частоты Оно Перестало Воспринимать Низкие Частоты И Автоматически Как бы Внимание В этом Ухе Перефокусировалось На восприятии Высоких Частот Да И оказалось Что наша Функция Слышания Способности Различать Звуки Очень тесно Связана С функцией Нашего Голоса И способности Воспроизводить Звуки И это Соответствие Является Прямым Звуки Которые Вы не способны Различить На слух Вы не способны Распроизвести Голосы Такая Неочевидная Связь Большинства Людей Наша Способность Слушать Определяет Нашу Способность Распроизводить Звук Именно По этой Причине Люди Которые Рождаются Глухими Они Остаются Немыми Именно По этой Причине Например Тоже Есть Такая Певица Има Сумок Ее Завод Может Вы Слышали У нее Голос Обладает Совершенно Феноменальным Диапазоном Который Не Превзойдет Еще Ни Кем То есть Начиная От Очень Низких Частот Мужского Спектра Она Доходит До Частот Которые Никаким Догимотерным Певцом Просто Не Воспроизводится У меня Два Килогерца То есть Такой Выскочастотный Писк Свист И Секрет Ее Оказался В том Что В детстве Когда Она Была Маленькая Рядом С ее Кроватью Стояли Крепки С Канарейками Которые Постоянно Пели И Этот Эффект Именно Импроектированный Посредством Звука Он Заложил Некоторый Фундамент Который Позволил Его Голос Реализоваться Таким Образом То есть И Еще Один Факт Что С Детьми С Маленькими Вы же Знаете Что Они В определенной Голос Очень Любят Визжать Причем Визжать Они На Ультразвуке Который Очень Травмирующе Действует На Сознание Людей Основная Способность Детей Она Очень Важна И Эта Функция Она Будет Глядить Тон Член Сознания Этого Человека Происходит Некоторое Формирование Тонких Функций Психики И Именно Звук Здесь Играет Очень Важное Даже Решающее Значение В этом Вопросе И Этот Эффект Его Назвали Эффектом Томатиса Или Он сам Назвал Своим Именно Эффектом Томатиса И По сути дела Он связывает Три составляющие Первая Это Способность Слушать Наш Звук Способность Распроизводить Звук И Третье Это Сознание Такой Треугольник И Аналогичный Треугольник Мы можем Найти В ведической Культуре Когда Говорится Что Есть Некоторые Стадии Которые Проходит Человек Когда Он Развивается Духовно И Эти Стадии Называются Шрауна Киртарна Смарна На русском Языке Это Будет Слушание Слух Способность Воспринимать Вначале Чтобы Звук Вошел В сердце Потом Повторение Воспроизведение Когда Вы уже Реализовали Это Знание Когда Эта Энергия Усилилась В ее Обратно Наружу Через Свой Голос Реализуете И Третья Функция Наследность Тихикой Это Способность Удерживать Сознание На Усилиенных Ценностях Потому Что Напоминает Себе О Высшей Функции О Цели Человеческой Жизни То Он Автоматически Скатывается На уровень Потребности Человеческого Тела Потому Что Тело О Себе Всегда Напоминает Оно Хочет Кушать Оно Хочет Спать Оно Хочет Развлекаться Тонкое Тело Оно Хочет Реализовываться Само Афторизироваться Оно Хочет Интеллектуальной Пищи И Только Душа Должны Быть Культивируемы Отсознательной Насилии Здесь Практика Работает Со Звуком Она Является Неоценимой Ведах Есть Такое Упоминание Говорится Что Звук Мантры Который Вы Воспроизводите Имеет Какую-то Силу Да Но Если Вы Эту Мантру Начинаете Повторять Шепотом То Сила Мантры Увеличивается В 10 Раз Это Есть Определенное Название Повторение Слух Повторение Шепотом В 10 Раз Сильнее Но Повторение В уме Имеет Силу Еще В 10 Раз Большую И Мантры Повторенные В уме 100 Раз Более Могущественны Чем Мантры Повторенные Слух Но Для Современных Людей Надо Понимать Что Мы Не Можем Воспроизводить Сейчас Мантру Умом Потому Что Наше Сознание Очень Такое Подвижное Легко Приключается Ум Беспокойный Поэтому Чтобы Это Практиковать Вначале Мы должны Повторять Именно Слух И Повторять Слух Громко И Тогда Постепенно Когда Звук Вы начнете Осознавать На своем Конкретном Опыте Какие стадии Проходит Звук Только Материальные Которые Мы уже Обсуждали И Дойдете До Ровня Желаний Когда Вы ощутите Пространство Слух И Увидите Какие Желания В вашем Конкретном Сердце Живут Кстати В этот Минут Не пугайтесь Потому Что У вас Могут Быть Некоторые Открытия Откровения В отношении Себя Потому Что Наша Ложная Эда Она действует Интересным Образом Она Всегда Разворачивает Образ Себя Красивой Стороной И Ту Часть Которую Вы бы Не Хотели Знать Оно Доверь Наше Желание И Прячет На тот Когда вы Желание В своем Сердце Начнете Видеть То есть Правильно Сказать Ощущать Наверное То Вы увидите То Чего Видеть Может Не Хотели В этот Момент Не Нужно Сильно Пугаться В Современной Аналитической Психологии Был Такой Ученый Карл Гостов Юнг И Он Вел Понятие Тень Знаете Тень Это Как Определенная Стадия Когда Человек Развивается Растет Личностно Духовно На самом деле Это вещи На каком-то уровне Одинаковые То Он доходит До стадии Когда Признает За собой Некоторые Несовершенства Некоторые Недостатки Это Совершенно Естественный Процесс И Многие Люди Которые Практикуют Они Удивляются Но Как Так Пока Я был Нормальным Человеком У меня Не было Ни зависти Ни внила Ни вожделения В тот Мин Когда Я начал Практиковать Я все За собой Начал Когда Я это Увидел Но По факту Оно Было Но Этим Наслаждались Скорее Ваши Близкие Родственники Но От вас Это Было Скрыто Поэтому Это Естественный Момент Не Пугает Этого Как Развить Слух Посредством Активного Слушания То есть Надо Понимать Что Есть Слушание Как Функция Физиологическая Способность Пронимать Звух И Слушание Как Функция Психическая Или Наоборот Суть В том Что Функция Психическая Это Означает Что Ваше Внимание Погружается В этот Процесс То есть Человек Может Слышать Но Не Слушать Его Внимание Не Там Это Вопрос Где Энергия Вашего Внимания Находится В этот Момент Это Называется Обратиться В Слух Когда Вы Обратитесь Слух Тогда Вы Начнете Развивать Способность В этот момент Общение Происходит На Несколько Уровнях То есть Есть Три Уровня Это Кстати Касается Не Только Того Как Говорят Святые Люди Это Касается Восприятия Информации Кино Книги Когда Вы Читаете Когда Вы Общаетесь С друг С другом Но Большей Степени Это Касается Таких Фундаментальных Вещей Как Общение Со Святым Кино Как Жанр Или Книги То Выделяют Какие Уровни Уровни Информации Когда Вы Просто Воспринимаете Как Есть Под Этим Уровнем Информации Скрытый Уровень Который Напрямую Не Осознается Это Уровень Логики То Какие Модели Вовлекаются Какие Модели Используются В Это Повествовании Что Является Скрытым Когда Вы Смотрите Современные Фильмы Если Вы Смотрите Их С Пониманием По Тих Уровней Вы Можете Увидеть Те Поведенческие Модели Которые Закладываются В Самом Кино В Собственность Если Это Произволство Голливуда Можете Видеть Что Фильм Как Внешне Романтическая Комедия Но Там Пропагандируются Вещи Вроде Пить Твердное Курить Потому Что Стакан Бискет Совершенно В Порядке Вещей Если Вы Будете Обращать На Детский Бессознательно Воспринимаются И Услаиваются На Поведенческом Урове Не Воспринимаются К Поведенческие Модели Потому Что Когда Мы Маленькие Дети Мы Не Слушаем Что Нам Говорят Наши Родители Просто Копируем То Что Они Делают И Точно Так В Чакры Это Всегда Вопрос Выживания Кто За Кем Бегает Бес Стреляет Попытках Убить Это Всегда Вопрос Какого Получения Чемодана С деньгами Или Наслаждения Да И Забе Стоп Это Вопрос Какого Получения Власти Управления Структурирования До Четвертой Чакры Даже Не Доходится Вопрос Единства Гармонии Да Мирного Существования Не Говоря Уже Выше Если Вы Смотрели Болливудские Фильмы С С Звучным Звуком Какого Эффекта Не Будет Мало Можно Без Звука Смотреть И Третий Уровень Это Самый Глубинный И Самый Ценностный Это Уровень Этики То Какая Система Ценности Лишь Основной Вашего Поведения Какая Главная Доминанта А Их Всего Две Если Смотреть Две Точки От Раскручивается Все Ваше Мировоззрение Философия Любого Человека Первое Это Я Тело С Философией На Тему Что Чуть Надо Удовторять Берет Жизнь Все Если К этому Я Тело Еще Прицепляется Я Тело Которое Живет Один Раз То Все Последствия Как Удействия Нужно Успеть Потому Что Времени Мало И Второе Мировоззрение Это Я Душа Я Пришел На Какое Время Усвоить Какие Уроки И Причем Вот Это Представление Которое Сейчас Культивируется В Современной Психологии На Тему Того Что Можно Очень Быстро Получить Какие Результаты Оно Не Является Правдой Потому Что Те Изменения Которые Можем Сделать В Процессе Одной Жизни Позитивные Они Могут Быть Не Такими Детающимися Какими Нам Хотелось Не Нужно Идеализировать Этот Путь Развития Но Та Деградации Падения Которые Мы Можем Совершить В этом Смысле Там Пространство Для Развития Очень Просторное Упасть Есть Куда И Уровень Этики Самый Важный И Самый Ценный И В Случае Работы Со Звуком Именно Звук Уровня Разума Пашьянти То И Ваш Уровень Сознания Единственный И однозначный Критерий Определить Их Это Желание Которое Вы Культивируете В своем Сердце Александр Хакимов Приезжал Не так Давно Сюда И Красивая Цитата Из Его Книги Он Говорит Что Уровень Сознания Определяется Под Тому Желанием Которое Вы И И Это Является Определяющей Самой Важной Точкой Воздействия Духовное Разбитие Духовная Практика Оно Как раз Своится К тому Что Вы Просто Очищаете Свои Желания Вы Договорится Что Желание Нельзя Уничтожить Это Представление Есть Некоторые Школы Имперсональные Которые Высшей Целью Объявляют Некоторое Растворение В Абсолюте Или В Пустоте Да Что Мы Как Сейчас В Самсаре Находимся В цикле Воплощения Но Когда Мы Ее Покинем Мы Просто Притворимся В Существовании Или Полностью Прекратив Сво Восприятие Или Растворившись В Божественной Высшей Реальности В Романе Растворимся Да То Этот подход Он Не Совсем Как Б Верен Потому Что В Ведах Описывается Реальность Которая Жить За Пределами Этой И Говорится Что Природа Нашей Изначальной Природы Души Она Является Активной Действующей И именно Желания Являются Критерием Проявлением Этого Мы не можем Не хотеть Потому что Наша Хотеть Это наша Природа И нужно Просто научиться Хотеть правильно Очистить Свои Желания И И Именно Звук Это Та Сила Которая Позволяет Желание Очищать Потому Что На Уровне Разума Желание И Природа Вибрации И Правильно Правильным Звуком То есть Авторитетом Полученной Ну То есть Это были Выдающиеся Люди Трое Вас Трое Нас Господи Помилуй Нас Они Просто Взяли Форму Сами У них Было Очень Чистое Сердце И Очень Сильное Желание Но У нас Есть Помощь Нам уже Дают Готовые Формы Это Молитва Это Мантры И Если Мы Берем Правильно Практикуем Это Синхронизовав Эти Три Уровня Связав С Четвертым Уровнем Изначальным То Тогда Мы Автоматически Эти Желания В своем Сердце Культивируем Развивали И Одно Из Интересных Важных Проявлений У этого Является То Что Очищение Желаний Приводит В очищение Эмоций То Есть Бытует Такое Представление О духовной Жизни Некоторое Идеалистическое Что Духовная Жизнь Что Это Такое Вычурное Не Знаю Даже Какое Слово Но Правильная Духовная Жизнь Это Процесс Очищения Собственных Эмоций Когда В обычном Процессе Стимул Реакции Вы не Реагируете Уже С гневом Или Завистью Когда Вы Учитесь Эти Вещи Отлавливать В себе На ранних Стадиях Проявления И Трансформировать И Здесь Звук Это Сила Которая Позволяет Это Сделать И Очищение Эмоций Автоматически Приводит Максимально Приближен У Гуна Благости Знаете Что Гуна Благости Это Минимальное Обусловливание Говорится Что Только Из Благости Мы Можем Видеть Реальность Какая Она И Второй Монент Что В Гуне Благости Мы Начинаем Обладать Достаточным Благочестием Чтобы Принять Знания Потому Что В Гуне Не Вежа Своей Страсти Вы Средите Знание Но Вы Не Сможете Оценить Его Ценность Вы Пройдете Мимо Это Как Человек Который Не Знает Что Такую Изумруд Может Убить Попылочный Икон На Дороге Не Распознав Его Это Тоже Очень Важная Вещь И Голос Святого Человека Которого Еще раз Спрашивал Молодой Человек Он Как Раз Позволяет Эти Вещи Как Был Процесс Начать То С Посредством Звука Когда Голос Святого Человека Касается Ваших Ушей Эти Все Уровни Проходятся Вы Реализуете Уровень Понимания Уровень Моделей Вы Усваиваете Автоматически Его Состояние Сознания Человека Его Мировоззрение Просто Слушая Его И Вы Автоматически Усваиваете Его Желание А Это Желание Стремление Бога Стремление К Истине Стремление Развиваться Поэтому Этот звук Он Как-то Должен Запровождать Вашу Жизнь Самый Простой Я Для себя Сделал Я Встал На ночь Случайно Я включаю Небольшую Громкость Чтобы Не беспокоило Эта Манджа Эта Молитва Она Просто Начинает Звучать Просто Какой-то Песня Какие-то Баджа Что-то Что-то Должно Быть Помимо Протива Порчего Это очищает Пространство В котором Вы Находитесь И все Тонкоматериальные Сущности Они Просто Не могут Находиться В этом Пространстве Они его Покидают И на тему Желания Еще одна Интересная Вещь Которую Мне Хотелось Вам Рассказать Это Касается Природы Нашего Пребывания В этом Мире Оно Тоже Опосредственно Связано Со Звуком Потому Что Звук Связан С Желанием Что Такое Желание Мы Не до Конца Знаем Говорится Что Желание Является Энергией Души И Напрямую Но в этом Мире Не действуем Вот это Очень важный Ведический Кровоугольный Камень Какое-то С какого-то Момента Понимание Философии Оно упирается Именно в Понимание Того Что Я не являюсь Тем Кто Действует В этом Мире Ну как Так это Может быть Я же Сижу Говорю Сейчас Этот Микрофон Вы Сидите Слушайте Меня Мы же Производим Действие Обратно Они говорят Что Действующие Это не наша Природа Что Единственный Уровень На который Мы можем Действовать Это уровень Наших Желаний А действуем Уровень Желаний Мы как Мы Смотрим На желания Которые всплывают В нашем сердце Зачастую Покармить Из два источника Или это желание Которое Покармить Планета Называется Сарвстали И определенное Желание Всплыло Из Говорится Из Последствием Звука Другого Человека Входит В нас Пробуждается В нашем Сердце Заложить Семена И Мы Можем Просто Выбирать Желание И бывает Так Что Человек Он Понимает Что Желание Которое Сейчас Им Движет Оно Неправильное Он Хочет От 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 Что Есть Компьютерная Игра Трехмерная Какая Бегалка Гулялка Стрелялка И Смотрите Вы бегаете У вас Есть Управление Этим Объектом Вы можете Его Направлять Давать Какие Команды Но По факту Какая Часть Вас Присутствует Там В Гре Сознание Ваше Сознание Погружается Туда И Кто Имеет Опыт Долгих Игр Они Очень Сильно Обуславливаются Той Формой Которой Они Сейчас Играют Знаете Есть Такие Игры Стрелялки Бегают По Коридорам И Стреляют Если За Человеком Посмотреть Да Они Начинают Уклоняться От Ударов От Выстрелов То Они Настолько Обуславливаются Что Принимают Природу Той Виртуальной Реальности Иллюзорной За Настоящее И Кроме Его Сознания Туда Ничего Не Погружено И Точно Так В этом Мире Сюда Ничего Не Погружено Кроме Нашего Сознания Мы Как Душа Продолжаем Существовать В Духовном Мире В Транцедентной Реальности Но Энергия Души Которая Сознание Она Входит В это Тело Пропитывает Его И Начинаем Его Ощущать Именно По Поднять Руку Пробежать Туда И Точно Так Управляем Этим Делом Последствием Желаний Все Делает Система Говорится Что В этом Мире Действуют Только Гуны Слышали Про Гуны Философия Гун Это Некоторая Говорит Что Все Что Вокруг Можно Наблюдать Это Только Гуны Все Состоит Из Гун Точно Так Как В Программирование Водит Которые Позволяют Высокого Уровня Управлять Этим Точно Так Здесь Есть Лишь Гуны И Именно Наши Желания Желания Личности Желания Душ Которые Сюда Приходят Приводят В Действие Механизм Материального Мира Он Движет Только Желания И Именно Желание Это То Что Привело Вас Сюда Определенного Рода Желания И Именно Освобождение Звуки Звук Это Сила Которая Позволяет Управлять Желанием Другой Возможностью Управлять Желания Минет По той Причине Что Звук Является Самым Тонким Из Материальных Элементов Он Ближе Всего Духовной Реальности Честно Они Уже Более Грубые Элементы И Исходят Из Него И Поэтому Сложно Перетенить Функцию Нашего Голоса Голос Это Изначально Данный Нам Инструмент Который Позволяет Управлять В целом Всеми Процессами Всеми Процессами Которые Реализованы В этом Мире Против Сейчас Наше Сознание Таково Что Мы Эту Функцию Не Можем Использовать Сознание Очень Сильно Покрыто Шадностью Страхом Невом Всеми Такими Качествами Когда Человек Начинает Очищаться Он Замечает За собой Интересные Качества Это Называется Сатья Вах Речь Такого Человека Имеет Силу То Что Он Говорит Озвучивает Имеет Силу Пророчества Он Просто Говорит Что Это Должно Быть Так Или Будет Так Дает Благословение В Ведах Цветы Благословляли И Сила Их Такова Что Эти Слова Просто Принимаются Как Инструкции К Выполнению Те Вщества Которые Управляют Здесь Процессами Поэтому Это Очень важный Как Момент Философский На тему Я Недействующий Поэтому Не пугайтесь Когда Вы Что-то Не хотите Но Это Продолжает Привычки Наши Привычки Наши Инерции Нашего Существования Этот Махалит Раскрученный Карм Он Нас Держит Вот Так Здесь Нужно Просто Звуком Начать Очищать И Это Даст С Хотел Расскать Интересную Вещь Про Санскрит Потому Что Вы Уже Встречали Упоминание Про Удивительную Схожесть Русского Языка И Санскрита Встречали Например На Санскрите 1 2 3 4 Как Будет 1 2 3 Чапа Эти Очень Близкие В Особенности То Что Касается Слов Которые Очень Славо Заимствуются Например Свекр Свекор Все Не Многие Названия Рек Крайнего Севера И Сибири Они имеют Санскритские Корни Названия Городов Старых Которые Уцелели Огромное Количество Слов Маха Это Мать Брат Это Брат Имеют Именно Санскритскую Основу И Более Того Есть Такой Случай Описан Когда Приехал Один Санскритолог К нам В Россию И Глав Сказать Что Интересно Украинский Закон Еще Поближе Будет Потому Что Там Больше Корейных Слов Тата Например Тата Украинская Японка И Когда Он Приехал Он С удивлением Понял Что Он Понимает Много Из Того Что Говорят Люди Это Хата Моего Сына Хата Это Дом Буквально На Санскрите Отначает Подожди Что Он Сказал Вот Это И Оказалось Что Корень Очень Корень Общий И В разных Языках Это Можно Наблюдать Что Санскрит Проявлен Поэтому Называют Корни Индоевропейских Языков Но Именно В русском Языке В украинском Языке Это Настолько Ярко Проявлено И Санскрит Обладает Одной Очень Интересной Особенностью Помните Мы Говорили Про То Что Звук На Уровне Разума Имеет Форму Конкретную Форму И Само Начертание Санскрита Если Вы На Санскрите Оно В этом Тонком Пространстве Рождает Именно Ту Форму Начертания Которые Соответствуют Поэтому Когда Вы Видите Санскрит Написано В письме Деванахи Это Именно Та Форма Которые Тонком Пространстве Разворачивается В момент Озвучивания Санскрит 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 Называется Акшара Это Перевести На русский Означает Неуничтожимый Здесь Идея Вот Какая Говорится Что Звуки Звуки Языка Звуки Санскрита Они Очень Тесно Связаны С энергиями Этого Мира И Уделяют Десят Энергии Энергии Которыми Брама Творил Этот Мир Энергии Созидания Помните Мы говорили Что Речь Грубая Речь Она Связана С энергиями Созидания И Их Уделяют Пятьдесят И Каждая Энергия Она Связана С Конкретным Звуком И Тогда Становится Понятно Почему Работают Мантры Потому Что Мантры Это Определенный Рецепт Определенная Пропорция Звуков Которая Вызывает Как бы Сознание Сдела Конкретный Эффект Поэтому С помощью Мантры Можно было Регулировать Любые Процессы Протекающие В этом Материальном Мире Например Такие Удивительные Описания Когда Брама Чтобы проверить Его квалификацию Насколько Он способен Правильно Делать Поклонение Совершать Поклонение Была такая Проверка Браво Жертвенное Животное Производились Определенные Мантры Определенные Поклонение И по тому Животному Зачастую Отсекалась Голова И в этот Момент Все сделало Правильно Тело Этого Животного Покидала Душа И говорится Что сияние Души Было Настолько Сильно Что Сравнивало Сияние 15 тысяч Солнц И эта Сияющая Точка Входила В огонь И Если Все было Сделано Правильно Из огня Потом Выходила Эта Душа В форме Уже Человеческой В форме Удивительная Вещь Мы уже Знаем Что мантры Можно Создать В форму Есть Прямое Соответствие Звука Можно Создать В форму И Вот Такой Конкретный Алгоритм Который Который Проверял Квалификацию Насколько Он Квалифицирован Завершать Поклонение Сделать Такая Процедура Есть Такая История Одна Интересная В Ведах Указана Про То Как Один Царь Очень Сильно Молился Господу Чтобы Отомтить Своему Обидчику И Господь Ду Царевого Желания И Была Проведена Определенная Церемония Жрецы Стали Пить Мантры Медитируя На сосуд С маслом И Ему Было Сказано Что Если Его Жена Выпьет Сосуд С маслом То Она Зачнет Двух Детей Которые Отомстят Его Обидчику И Когда Уже Дошел Процесс Такой Стали Что Это Масло Нужно Было Пить Его Жена Испугалась Она Сказала Ну Нашла Какие Орки Отказала Спить Очень Не Захотела И Тогда Жители Сказали Нет Нет Проблем Они Уже Пришли Они Уже Здесь Они В этом Масле И Просто Выпрыснули Масло В огонь И Из Огня Вышли Близнецы Юноши Мужчины Уже То есть Взрослые Люди Юноша И Девушка И Они Потом Реализовали Это Отомстили За Своего Отца Такая Сила Звука Про Брахмастер Я уже Рассказывал Про Силу Восвобождать Энергию Кстати Про Брахмастер Еще Интересная Вещь Говорится В Ведах Что С помощью Звука Можно Было Управлять Элементами Первоэлементами Грубыми Первоэлементами То есть Помимо Того Оружия Которое Мы Знаем Часто Термо Ядерное Как Оружие Огня Было Оружие Святое С землей С водой С воздухом И самое Сильное Оружие Которое Было Это Оружие Которое Было Святое С Пространством Просто Принося Определенную Мантру Первый Элемент Пространство Просто Исчезал И Схлапывалось Как бы С Очевидными Исхажениями Пространства Которое Находится Рядом Вокруг Такова Сила Звучания Правильного Правильного Сознания И В отношении Санскрита Говорится Что Каждый Звук Связан С Конкретной Энергией И Воспроизведение Этой Энергии Вызывает Запланированные Изменения И В отношении Нашего Времени Есть Такой Интересный Термин Называется Млечко Его зачастую Переводят Как Мясоед Но Другой Перевод Этого Слова Он Звучит Как Мямля То Мямля Это Тот Кто Неспособен Правильного Производить Звуки И Ведические Времена Люди Как Были Квалифицированы Сейчас Создаются Люди Которые Не Способны Управлять Звуковой Энергии И Именно По Этой Причине Несмотря 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 На Очень Интересно Люди Просят Об этом Рассказывать О мантрах О том Какие Мантры Бывают Какие Мантры Можно Содействовать Для здоровья Для Привлечения Удачи В свою Жизнь Для Мантры Бессмертия Которые Продлевают Жизнь По Факту У нас Нет Глубокой Квалификации Чтобы Это Делать Потому Что Даже Само Устройство Санскрита Оно Таково Что Содействует 5 Звуков Начиная От Заднесвычных Когда Работает На уровне Гортани Звуки К И Далее Задние Небные Небные Полонатальные Глубные 5 Категорий Звуков Каждый Связан С определенными Видами Энергии И Определенные Звуки Мы В принципе Даже Неспокойно Сейчас Произвести Потому Что Снавы Полонатальные Твердонерные Не можем Правильно Делать Поэтому В плане Творчества Миша У меня Микрофон Не работает И Поэтому В плане Как бы Того Что Можно Изучить Какие-то Мантры Потом Правильно Их Воспроизводить Чтобы Получить Какие-то Эффекты То Здесь Я Буду Разочаровать Не Как бы Не Тратьте Своё Время На Это Есть Какие-то Простые Мантры Я Сейчас Кстати Расскажу Которые Еще Могут Как-то Работать Это Мантры Которые Связаны Напрямую С чакрами А зачем С ними Работать Это Мантры Которые Связаны Непосредственно С чакрами То есть Есть Определенные Биджи Которые Влияют На Работу Наших Энергетических Центров Их Всего Шесть Потому Что Говорится Что Седьмому Седьмой Сахатрара Чакре Звук Он Является Трансцендентным Он Не Может Быть Воспроизведен Посредством Нашего Голоса Другого И Кому Это Интересно Можете Тимат Биджи Записать Начиная С Муладхара Чакры Это Биджа Лам Это Биджа Лам Лам Второе С Водиствана Чакры Это Биджа Вам Третье Рам Четвертое Ям Пятое Хам И Шестая Ом Ом Воздействует На Ажны Чакру Все Работает Повторение Этих Мантр Оно Гармонизирует Гармонизирует Работу Чакр Такие простые вещи Они могут Как бы Сработать Но если Речь идет О каких-то Сложных Мантрах Сейчас Я вам Одну Мантру Пропою Это Будет Сделано Неправильно Я Просто Вам Покажу Пример Как Делать Не Надо Не Так Просто Саша Простите Это Технические Неполадки Сейчас Что Надо Сделать Еще Там Снизу Кнопка Я Неверю Кнопки Давайте Кстати Если у нас Время Останется Я могу Показать Как Ом Делать Мне Тоже Подошли Спросили Как Мантра Ом Правильно Воспроизводится То есть Некоторые Противоречия Почему Говорится Ом А поется Ом А иногда Пишется Аум А поется Ом Да В чем Причина А причина Вот в чем Звук О Он является Диктонгом То есть Средним Между А и У Поэтому Где-то Посередке Находится Поэтому Когда поется Как бы О На самом деле Это такой Мягкий Переход От А У Вот эти Три Вида Звука Она Соответствует Трем Видам Энергии И Есть Как бы Разные Трактовки В отношении Того Чему Это Соответствует Там Огромный Совершенный Перечень Сейчас Нет Смысла Переводить Но Идея В том Что Вы Поете О Но Медитируете В своем Уме Как бы На А И У И Потом Уходите В ум В м И Плавно Замолкаете Но Чтобы Ом Правильно Пропеть Это Кстати Тоже Форма Поклонения Богу Говорится Что Ом Реализует Инферсональный Аспект Аспект Сияния Брамана Это Тоже Практика И Есть Традиции В которых Воспевание Мантры Ом Является Основной И главной Они Просто Поют Ом Постоянно То Чтобы Правильно Пропеть Нужно Сначала Научиться Правильно Воспроизводить Самый Простой Звук Это Звук М И Помните Я вам Говорил В начале Как это Сделать Что Должна Звучать Только Ваша Грудная Клетка А Вот Это Все Артикуляционные Мышцы Все Мышцы Гортани Особенно Шеи Они Должны Максимально Расслаблены И Тогда Вы Начинаете Мычать Этот Звук М Он Идет Из Глубины Как бы Представляете Что у вас Есть Некоторое Пространство В глубине И оно Оживает Начинает Работать У всех Техниках Практиках Есть Я Только Одну Батарейку Сменил Я Думал Он С одной Заработает Еще Вторая Во всех Тех Практиках В целом Есть Один Очень Важный Момент Это В том Что Ваша Психика Ваше Как бы Представление О том Что происходит Если Не Если Не Больше Половины То Половина Точно Она Определяется Именно Вашей Медитацией То Что Ваш Вашем Уме В данный Момент Разворачивается Поэтому Если Вы Будете Воспроизводить М И Представлять Что Есть Некоторые Как У каждого Это Будет Своя Метафора Она Уникальна Она И Надо Понимать Что Это Оживает Оно Имеет Конкретную Основу Физиологическую Под Собой Потому Что Есть Такая Вещь Которая Называется Гладкая Мускулатура Гладкая Мускулатура Это Мышцы Которые Не Поддаются Нашему Сознательному Усилию Скелетной Мускулатуры Они Заточены На микроусилия Но Регулируются Полностью Бессознательным Образом И Напрямую Мы Не можем повлиять Но Мы можем Повлиять На них Посредством Своего Ума То есть Насколько Ваш Неспокоен Умиротворен Да Настолько Ваше Физиологическое Состояние Приходит В норму И Поэтому Когда Вы Представляете В уме Что Шанти Умиротворение Успокое Расслабление И При этом Что происходит На Уровне Гладкой Мускулатура Находит Состояние Определенного Тонуса Потому Что Чтобы Вы Правильно Звучали Чтобы Звук Пошел Должны Начать Работать Резонаторы А Одно Из Слой Резонатора Заключается В том Что Сами Стенки Резонаторов Должны Быть В определенном Тонусе Представьте Что Если Вы Звучите В комнате Обитой Паралоном Когда Тонус Очень Вялый Звук Просто Не Будет Вибрировать Поэтому Простых Вещей Простых И Понятных Про Которые Олег Иначе Говорит Уже 20 Лет Это Правильный Режим Дня Это Питание Это Взаимоотношения Это Все Вещи Которые Прямо И Костно Влияют На Наш Ум Есть Более Простые Способы Получить Звук Но Результат Будет Недолговечный Поэтому Лучше Медленно Точно И Конкретно Этим Пойти Это Как бы Свои Плоды Пронесет Которые Трудно Будет Переоценить Это Тонус Мышц Да Он Очень Важен От Ума Вы Переходите На Физиологию Мышцы Входит Определенный Тонус И Просто М Как оно Идет У вас Не Нужно Что-то Специальное Сделать Очень Важно Просто Расслабиться Успокоиться Что Ваше Тело Такое Как Плывает Как Происходит Я Могу Только Желать И Люди Которые Это Очень Правильно Очень Глубоко Реализовали В сердце Они Функционируют На уровне Желаний Они Просто Осознают Вот этот Момент Желания Выбора Того Что Нужно Делать Дальше Есть Интересное Описание Сейчас Есть Один Семинар Который Он Свяжен С темой Загробного Существования Скажем Так С темой Оставления Тела И Там Приводятся Интересные Факты Что Когда Люди Которые Пережили Опыт Клинической Смерти Возвращаются Тело Они Начинают Работать Следующим Образом Они Говорят Я Просто Начал Давать Команду Своему Сердцу Начни Биться Своим Легким Начни Дышать На уровне Желаний Они Опустились До Этого Уровня В Обычном Состоянии Мы Обусловлены Видимости Деятельности И В этих практиках Очень важно Понять Точку Приложения Усилий Можно Средоточиться На внешней Составляющей И воспроизводить Какие-то Механические Внешние Формы А можно Пойти К самому Сути К самому Ведру И Ведру Это Всегда Правильное Желание А Желание Значает Мотивация Помимо Прочего Потому что Мотивация Это Главное Желание Которое Вами Движит Зачем Вы Это Делаете В случае Голоса Зачем Он Вам Нужен И Чем Вы Хотите Развивать Это Вещь Которая Должна Осознаваться До того Что бы То Ни Было Делать Это Является Критерием Разумности Человека В противном Случале Просто Некоторая Бессознательная Реализация Кармы Мне Пришло На Ум Я Сделал Без Осознания Без Понимания Звук Н С Пониманием Того Что Он Просто Идет Сам По Себе А Я Произвожу Получается Что То Вроде Если Вы Руку Будете Езжать На Груди То Это Будет Вашим Индикатором Того Что Вы Правильно Делаете Это Упражнение Та Вибрация Которая Будет Указывать На То Что Резонанс Возникает Параметры Вашего Звука Начинают Соответствовать Тем Резонаторам Анатомическим Которые У вас Реализованы В этом Теле Примерно Вот Так Это Будет Вот Это Основа И Потом Оттуда Вы Просто Можете Пойти И Этот Звук М Который Вибрирует Здесь Который Сон Обретает Силу На этом Уровне Формируется Сила Звучания Его Нужно Просто Правильно Поднять И Ввести Наружу И Чтобы Научиться Петь Монтру Ом Аум Вначале Нужно Проще Научиться Петь Обратный Звук Это Звук Муа Да Муа 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 И Когда Навык Вы Приобретете На Муа Правильно Петь То Аум Вы Потом Сможете Уже Правильно Сделать Потому Что Если Вы Сразу Кинетесь Петь Аум Вы Воспроизведите Некоторую Свою Привычку В работе Со Звук У вас Звук Будет Поверхностно Воспроизводиться На уровне Родовой Полости Он Не Откуда Пойдет Большинство Людей Большинство Людей Так А в Отношении Мантры Я говорю Пример Приведу Есть Такая Мантра Очень Известная Шива И И Назвучит Следующим Образом Он Трямбакам Я Джамаэ Сугандим Пушти Варданам Ур Варукам Иван Банданам Тмрить Йор Мукш Я Мам Рита Представьте Сколько Звуков Каждый Нужно Сделать Правильно Поэтому Довольствуйте С простыми Вещами Трое Вас Трое Нас Работает Слава Богу Есть Сама Молитва Она Авторитетная Она Работает Есть Махамандра Она Работает Не Нужно Гнаться За Какую Эстетику Или Какой Простые Вещи Говорится Что Истина Там Где Простые Вещи Правда Живет Там Есть Вопросы В этой Части Это Навык Это Который Можно Развить Здесь Вопрос В том Что Говорится В Ветах Интересная Вещь Говорится Что Слух Является Самой Важной Нашей Функцией И Именно Слух Как Активная Функция Как Уже Говорил Такой Анекдот Часто Рассказываю На семинаре Сейчас Расскажу Это Именно Про Слух Про Способность Слышать Немножко Черноватый Поэтому Не Сразу Простите Те Кто Восприимчив У Одного Мужчины Рождается Ребенок В роддоме Ему Позвонили Что Твоя Жена Родила Срочно Приезжай Он Приезжает Радостный Счастливый Ему Путь Преграждает Миссис Сестра Она Говорит Простите Мне Нужно Вам Сказать Пару Слух Чтобы Вас Подготовить Чтобы Вы Не Были Шокированы Он Говорит Да Конечно Что Такое Она Говорит Понимаете Ваш Ребенок Не Совсем Обычный Вам Нужно Быть К этому Готовым Принять Это Что Говорит С Ним Ну Зайдите Посмотрите Он Заходит В Отделение Видит На столе Лежит Огромное Ухо И Он Как Шоке Думаю Мысль Принимает Переваривает Чувство Любви Оно Возобладает Он Подходит И говорит Сыночек Родной Мой Несмотря На то Что Ты Сейчас Такой Форме Я Все Тебя Так Сильно Люблю Подходит Медска Говорит Говорит Громче Он Плохо Слышит И Идея В том Что Несмотря На то Что Вот Это Существо В Форме Ока Оно Может Слышать И Слышать Плохо Его Шансы На Развитие Реализации Себя Как Душа Вопрос Само Сознания И Роста Оно Наверное Превосходит Шансы Большинства Людей Потому Что Больше Отвлекаться Не Будет Просто Будет Слух Входить Его Сознание Если Слух Чистый То Шансов Будет Больше Поэтому Слушание Именно Способностью Направлять Внимание На Звук Понимать Что Это Не Просто Внешняя Передача Информации Даже На Урон Эти Диаграммы Можете Понять Что Звук Случит Придел До Двадцати Килогерц Реально Рабочими Что Передать Саму Поверхнутую Информацию Достаточно Задействовать Внешних Двести Герц Там Ключевые Абертоны Будут Переданы Саму Информацию Вы Именно Они Являются Слепком Состояния Сознания Человека Когда Он Говорит Поэтому Одни И те же Вещи Сказанные Разными Людьми Будут Разный Эффект Голос Одного Человек Отойдет Ваше Сердце Изменит Его А Голос Другого Человека Будет Вызывать Отторжение Реакцию Такого Неприязни Сейчас Один Молодой Человек Подходил Вопрос Задал И На Тему Того Как Звук Влияет На Нас И Говорится Что Звук Другого Человека Насколько Он Нравится Или Нравится Определяет Именно То Насколько Вы С этим Человеком Можете Найти Контакт Резнос На Это Как Мистический Орден Изначально Существовал Как Часть Ислама Можно Сказать Там Звуку Уделялось Огромное Значение И Более Того Они Знали О природе Звука Что Он Имеет Такое Строение Обертональное Как Совокупность Некоторых Одновременно Звучащих Единиц Звука И Они Сравливают Эти Обертоны Они Говорят Что Обертоны Это Лестница Самоосознания Чем Больше Как бы Количество Обертонов Человек Способен Распознавать На слух Это Значит Автоматически Воспроизводить Своим Голосом То Это Является Ну Непрямым Скорее Все-таки Косвенным Показателем Его Некоторого Совершенства Критерий Совершенства Именно По этой Причине Вот Голоса У людей Которые Духовно Реализованы Духовные Учителя Разнорода Старцы Да Если Послушайте Попробуйте Потому что Действительно В этом Голосе Чувствуется Такая Глубина Понимания Какое-то Такое Бездонное Ощущение Что Человек Говорит И ты Понимаешь Что ты Слушаешь Его И понимаешь Где-то Два Этажа Из того Десятиэтажного Дома Который Сейчас Вещает То есть Это Пространство Для Вашего Роста Оно В этом Звуке Святого Человека Оно Ощущается Очень Явно А Хриплые Голоса Хриплые Голоса Ну Это Чисто Физиологическая Как бы Некоторая Дисфункция Скорее Всего Потому что В идеале Голос Должен Звучать Должен Звенеть Именно Вот Реализованный Звук В особенности В пении Разговорная Речь Слабо Проявлена Но В пении Там Выделяют Низкочасатный Формант Туда И Выскочастотный Форманту И Говорится Что Если Первая Часть Определяет Голос Он Дает Ему Как бы Основу Бархатистость Глубину Пространства И силу То Выскочастотный Формант Отдает Такие Параметры Как Звонкость Полетность Выразительность Севристость Способность Доносить Эмоции Способность Именно Целенаправленно Пробивать Вдаль Кстати Говоря Наша Психическая Функция Восприятия Пространства Очень тесно Связана С Способностью Доносить Те Кто Интересуется Вопросами Аратовского Мастерства Или В целом И идеей Как правильно Донести Нужно Понимать Что Когда Вы Говорите Нужно В своем Сознании Удерживать Пространство В котором Вы Вещаете То есть Словно Говоря Если Я сижу В большом Зале И у меня Убирают Микрофон То Все Что Я Делаю Просто Переключаю Своё Птическое Восприятие Пространства Как На весь Зал А не На вот Эту Часть Что Микрофон Меня Подвал Потому Что Это Более Выгодное Состояние Но Когда Микрофона Нет Я Просто Представляю Большое Чистичку Если Идёшь То Идёшь Гарантированно И с хорошим Результатом Если Вас Не слышат Вы Говорите Например Люди Говорят Что Вы Тихо Говорите Да То Это Просто Говорит О том Что Ваша Настройка Восприятия Пространства В вашем Сознании Съехала Нужно Откалибровать Заново Тогда Вы Сможете Говорить И Адекватно Воспринимать Пространство До Человека Вы Заметьте Что Пространство И Звук Очень Тесно Связаны Звук Говорится Что Звук Акаши Эфир Это Звук 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 Является Свойством Пространства Неотъемлемым Изначально И Именно Сначала Был Звук А потом Появилось Пространство Сначала Было Слово А потом Пошли В сети Да Будет Свет Да Будет Прочее Еще Вопрос А Как Распинить Человек Который Периодически Уходит Очень Тихий Разговор Тем Самым Вызывает Набряжение И тем Не менее Не реагирует На это Очень Тихий Разговор Да То есть Он говорит Тише Опять То есть Практически Его Не слышно Чтобы Слушать Его Нужно Очень Сильно Напрягаться Не Хочется Да Невозможно Здесь Есть Несколько Моментов Первое У человека Он может Просто Недостаточной Энергии Самого То есть Низко Аналитическое Состояние А второй Момент Я недавно Вчера Прочитал Очень Интересную Вещь Там Где Как раз Говорилось Почему Когда Мы Сердимся Друг На Друг Мы Начинаем Повышать Голос И Кричать Не Задумывались Почему Человек На Рядом Мы Начинаем На Него Кричать Да Говорится Что В момент Когда Мы Злимся Друг До Друга Наши Сердца Отдаляются Близость Очень Сильная С Человек Наши Сердца Очень Близко И Нам Достаточно Говорить Очень Тихо И Тогда Мы Будем Понят Может Человек Думает Что Вы Ближе К нему Чем Вы Есть В принципе Я Теорию Которую Хотел Дать Я Ее Вам Дал Что Касается Тренинга То Это Будет Программа Которая Рассчитана Именно На Глубокое Погружение На Получение Практического Опыта Чтобы Вы Смогли Те Вещи Которые Озвучивали Здесь Какие-то Аспекты Реализовать И Получить Конкретный Опыт Чтобы Это Было Не Просто Некоторое Теоретическое Представление Реализованное Знание Оно Даст Вам Силу И Желание Потом Эту Тему Продолжить Двигаться Дальше Кому Это Интересно Мы Будем То есть Там Некоторая Синтетическая Техника С одной Стороны Это Очень Такая Эффективная И простая Техника Багрунова По настройке Голоса У него есть Удивительная Книга Азбука Овладения Голосом Вот здесь Один Молодой Человек Пришел И ее Принес Читал Это Ваш Питерский Земля Психолог И Эта книга Где продается В Доме Книги Вы говорили Рядом С Дом Книги Магазин Лигра Она Электронная Виде Еще В интернете Если Кому Интересно Можете Посмотреть Там Есть Но Один Единственный Как бы Не то что Недостаток Просто Он Осветил Свою Область Восприятие В том Что Эта книга Она Рассматривает Звук Активление Чисто Физическое То есть Эти тонкоматериальные Аспекты Которых Мы Коснулись На семинаре Они Не Рассматриваются Мы Пойдем Чуть Дальше Мы Затронем Как бы Вопросы Именно Довербального Дозвукового Формирования Каким Образом Звук Начинает Существовать В нас Еще до того Как он Будет Озвучен Рода Того Что Звук Изначально На уровне Пара Трансидентом Он Проявляется В нашем Теле Через Христер Через Муадхара Чакру Он Входит Муадхара Чакру И Начинает Подниматься По нашему Позвоночному Столбу Он На уровне Столб Чакры Связан Нашими Желаниями Он Приобретает Эти Качества Связанные С Матхиам Вак На уровне Ума На уровне Сердечной Чакры И он Реализуется Как Звук Разговорной Речной Вишут Чакры То есть Это Процесс Энергетический В первую очередь И вот Это Представление О Звукораспроизведении Как Некоторым Грубо Механическом Процессе Оно Очень Ограничено И Оно Дает Свои Плоды Но Без Целостного Понимания Эти плоды Тоже Не Полны Не Так Сладки Поэтому Будут Какие-то Моменты Которые Будут Направлены На То Чтобы Расшатать Убрать Некоторые Шаблоны Вашем Восприятии Вашей Психики Которые Сдерживают Вас В реализации Того Потенциала Которым Вы Обладаете И Так Как Это Будет Практики Одно Время Я Взял За Правило Такую Вещь Мне Люди Заполняли Анкеты Система Ошел И Они Оценивали Сначала Звучание Своего Голоса В Начале Тренинга И Конце Тренинга И 2-3 Балла Это Было В порядке Вещей Которые Люди Как Изменяли В Сторон Естественным Образом Вы Вашей Радости Будет Завтра В Большом Объеме Реализован Еще Нужно Сказать Что Завтра На тренинге Те Кто Придут Лучше Одеться В легкую Одежду Потому Что Будут Делаться Какие Может Быть Упражнения Небольшие Простые На Разгрыщение На Разгрыщение То есть Какие Может Небольшие Элементы Йоги Мы Добавим И Что Очень Важно Нас Будут Кормить Поэтому Насчет Вопросов Чисто Обеспечение Не беспокойтесь А Вы Вчера Говорили Что Ответите На Вопрос Я Говорю Что Сначала Вы Ответите На Вопрос Мне Хотелось Услышать Эти Ответы Если У вас Есть Вопрос Был Вот Какой Задан Тем Кто Не Был Вчера Я Вас Произведу В Виде Утверждается Что Функция Звукоизвлечения Является Высшей И Конечной Это Значает Что Все Остальные Функции Системы В нашем Организме Работают На То Чтобы Мы Правильно Звучали 80% Праны Жизненного Воздуха Которым Мы Пользуемся Все Процессы Так Или Иначе Запитываются Этой Энергией 80% Праны Расходуются На Речь На Звукоизвлечение 1 3 Ценсорно-моторной Коры Головного Мозга Отдана Процессом Регуляции Звукоизвлечения То есть Это Функции Языка Артикуляционных Мышц Гортаний Вопрос Закономерный Естественный Какая Такая Важная Функция Скрыта За Звукоизвлечением Которое Заложено В нас Изначально Вариант Ответа Общение Связь Богом Связь Богом Еще Закончить Поплощение Получить Освобождение Передача Знаний Построение Отношений Построение Отношений Имеется Ввиду С Другими Людьми И там И там И там Тоже Привление Себя Привление Себя Это Все Правильные Ответы Они Просто Выстрелены В Некоторой Последовательности Потому Что На самом Первом Уровне Звук Он Регулирует Наши Отношения С Окружающими Людьми Поэтому Очень Простые Правила Если Вы входите Такие Качества Проявляются Похарами Приходят Эмоции Входят В состояние Гнева В отношении Близких Людей То Самое Простое И мягкое Что вы Можете Сделать Это Просто Начать Говорить Тише То Что Мы Говорили Почему Мы Начинаем Кричать Вопрос Отношений Строится На звуки И Потом Самая Высшая Форма Реализации Отношений Это Конечно Отношение С Богом И Звук Изначально Его Функция Это Функция Управляющая Он Управляет Семи Процессами В этом Мире Начиная От работы Этого Тела Заканчивая Процессами Которые Существуют В огне Это Управляющая Система И Высшая Функция Этой Управляющей Системы Это Восстановление Отношений С Богом Потому Что Звук Будучи Самый Тонко Материальный Составляющей Этого Мира Ближе Всего Находится К Сфере Духовной И Говорится Что Звук Он Из Первоэлементов Из Первоэлементов Да Он Груже Всего Входит В разум Второе По силе Это Наше Чувство Прикосновения Когда Мы Что-то Трогаем Оно Влияет На Разум Не Все Остальные Каналы Восприятия На Разум Повлиять Не Могут И Разум Именно Это Место Где Хранится Наша Идея Счастье Да Это Наши Мировоззренческие Модели Представления Они Могут Быть Изменены Именно Звуком И В Практике Например Почему Когда Читают Иисусову Молитву Или Махамманд Используют Четки Не Задумывались С С С Нас Научить Это И Конкретные Фаланги Связаны С Определёнными Энергиями И Когда Мы Читаем Мантру Четки Должны Лежать На Определённых Фалангах И Это Функция Которая Тоже Воздействует На Разум И Углубляет Воздействие На Разум Можно Читать Зависит Зависит Того Чего Вы Хотите Читается Джап Можно На Визинце Читать Можно На Среднем Пальце Если Читается Махамантра То Четки Кладутся На Средний Палец На Третью Фалангу И Перегораются Большим Пальцем И Указательный Палец Должен Не Касаться Четок Потому Что Считается Что В этом Пальце Средоточен Наш Эгоизм Оскверняет Поэтому Он Торчит Наружу Всегда Высшая Функция Заканчивая Тему Это Функция Именно Управляющая И То Что Называют Йогой Перевод Слово Йога Это Слово Связь Когда Говорится Йога Имеет Свою Не Федические Упражнения А Связь С Богом Именно Посредством Слуха Она Реализуется Это Самый Короткий Путь И Когда Речь идет Вот Вчера Об этом Упомянули А что Если Петь Вместе Когда Это Делается Вместе То Эффект Еще Умножается На Коэффициент Чем Больше Количество Людей Это Делает Больше Ума Настроение Там Создается Пространство Совершенно Отличное От того Что Мы Привыкли Воспринимать Но Это Отдельная Тема Мы Об этом Наверное Завтра Мы Завтра Будем Пробовать У нас еще 10 минут есть Давайте вопросы Если какие-то есть Продолжение следует Вы Можете Даже Читая Молитву Просто Поставить На небольшом Ровне Громкости Тот Звук Который Уже Есть Этого Будет Достаточно Уже Как бы Настроение Ваш ум Будет Держать В определенном Пространстве В определенном Контексте Здесь Даже Молитва Другая Можете Использовать Всю Слов Молитву Да Че Все Расходимся Нет Что Значит Например Когда Произносишь Молитву И при этом Происходит Визуализация Что Это Значит Это Может Как Воображение Из ума Прикат Это Означает Что Когда Наша Психика Работает В психологии Говорится Что Всплывают Метафоры То есть Метафора Это Некоторое Представление Метафора Дословно Перевод Греческого Это Перенос Когда Мы Говорим О чем То Одно Теремном Другого Зачастую Те Визуальные Образы Которые Мы Переживаем Являются Именно Метафорой Того Что Мы Сейчас Говорим Или О чем Мы Думаем И Наше Осознание И Бессознательное Оно По своей Природе Глубоко Метафорично Ученые Как-то Померили Они Говорят Что Мы Когда Просто Говорим Какой-то Текст Мы Используем Больше Шести До Десяти Метафор В Минуту Такие Простые Вещи Которые Даже Нам Не Осознаются Как Дела Пошли В гору Встал Не С Которые Люди Которые Хуже И Своей Высшей Реализации Способность Воспринимать Образы Она Реализуется В том Что Мы Видим Именно Звук Который Реализован На уровне Разума Самое Чистое Самое Такое Прямое Восприятие Реальности Но Изначально Это могут Быть Какие-то Более Такие Затуманенные Не В смысле Четкости Картинки А именно Чтобы Быть Распринятым Чистым На уровне Разума Должны Быть Чистые Чувства Чистый Ум И Сам Чистый Разум Если Есть Загрязнение То Картинка Будет Гулять Искажаться Изменяться Не Нужно Сильно Обращать Внимание На Образы Важно Самое Сильное То Образы Это Уровень Повторения Молитвы Или Мантры На Уровне Ума Это Связано С На Желание На Желание Потому Что Эмоции Это Еще Уровень Ума То Вы Культивируете Эмоцию Благодарности И Вы Культивируете Правильное Желание И И Вы Сво 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 Вот Это Очень Хороший Показатель Когда После Мантры Или После Молитв У 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 Энтузиазм Это Критерий Того Что Вы Сделали Правильно Потому Что Когда Общая Идея Например Мантры Она Заключается В чем Я Хочу Служить Богу Это Общий Смысл И Когда Вы Это Повторяете И В конце Вы Чувствуете Энтузиазм Чтобы Что Делать Для Бога Просто Так Бескорыстно Это На самом деле Очень Ценный Результат Очень Важный И Это Такая Веха Очень Цельная На Пути Развития Вношения С Господом Еще Вопросы Да А вот Физические Эффекты Резонанс Например Вы же На всех Частотах Проявляете На всех Возвращения Вы Имейте Ввиду Под уровнем Что Вот эти Уровни Которые Мы Говорили Уровень Ума Разум Резонанс На всех Уровнях Да Да Принцип Общий Это Общий Принцип Волновой Физики Эффект Резонанс Когда Соспадают Частоты Или Есть Так Назваемый Аккорд В музыке Знаете Аккорд Консонанс Это Тоже Принцип Резонанс Но Резонируют Не все Абертоны Какие-то Выборочные Кстати Обратите Внимание В плане Звука Что Сейчас В силу Потому что Наше сознание Пребывает В специфическом Таком Контексте Современной Цивилизации То Сейчас Формы Изобразительного Искусства Преобрет И Странные Ракурсы И Например В изобразительном Искусстве Очень активно Используются Очень странные Сочетания Цветов Сочетания Дикие Но это Выдаются За искусство В музыке Этот номер Не прокатит Потому что Есть Диссонансный Аккорд И Человека Не заставишь Слушать Про совокупность Диссонанса И По факту Есть Гармоничное Сочетание Цвета Гармоничное Сочетание Запаха И Причина Этого Лежит Именно в том же В эффекте Резонанса Так же Как музыка Может быть Гармоничной Мелодичной Так же И все Остальные Составляющие Нашего Восприятия Они Могут Быть Тоже Гармоничными Именно На Принципе Резонанса Да Там читают И Хайрам И Хайрам Но Для вас Имеет Для того Кто Читает Сам Лучше Как Учитать Правильно Здесь Понимаете Человек Уже Своей Медитацией Очень На Глубоких Уровнях На Глубоких Внешне Некоторые Читают Такой Скоростью Что Вы Даже На Слух Не Способны Распознать Что Там Звучит Не То Что Рама Там Настолько Спрессованно Но У Этих Люди Очень Активно Идет Работа На Глубоких Уровнях То есть Они Пребывают Реальности Правильно На Строились Нет Это Не Об Это Читается На Глядно Рама Это Не Нужно Рассматривать Скорость Читения Джапы Как Критерий Правильности Выполнения Потому Что Когда Вы Выходите В Правильное На Строение Когда Начинается Правильная Медитация Джап Автоматически Скорость Нужная Приобретается Автоматически Становится Быстрой То же самое Что Как Не Слышится Получается Ом Намах Шивая Почему Слышится Ом Намах Шивая То ОБХ Не Поется Но Надо Пропивать Именно Ом Намах Или Ом Намон Он Пишет Ом Намон Без Фанатизма Ом Намах Не Най Здесь Видите Ом Намах Это Внешнее Потом Знание О том Что Я Выражаю Почтение Шиве Это Уровень Ума И В том Что Есть Благодарность Шиве И Есть Некоторые Желания В отношении Отличности Это Уровень Сердца Они Должны Быть Здесь Гораздо Важнее Обратить Внимание На Внешнее Тоже Но Основная Точка Вашего Внимания Должна Чувствую Челюсть Чувствую Чувствую Здесь Но После Вашего Сединара Требина Это Изменится Но Если Я Пою Меня Викрирует Именно Скулы И Мосоглот Это Индивидуально Надо Просто Разбираться На Практике Сами Смотреть Работать Есть Разница В Чтении Мантры И Пении Если Не Рассматривать Эмоциональное Свержение А Именно Сам Процесс Пении Невозможно Рассматривать Пение В атрибе Эмоционального Состояния Пение Чтение Обладает Одинаково Эмоциональное Свержение Пение Более Эффективная Практика Если Вы Обратите Внимание Есть Эмоции И Если Я Вас Попрошу Спеть Что То Что Мы Завтра Будем Делать С Разные Эмоции Вы Обратите Внимание Что Автоматически Изменилось Ваше Интонирование Ваша Мелодика И По сути Дело Мелодическая Последовательность Это Некоторые Карта По Которой Проходит Ваш Ум Когда Он Это Прослушивает Это Карта Эмоциональных Состояний Поэтому Когда Мы Слушаем Музыку У нас Мурашки И Волосы Встают Дыбом Никакой Другой Эффект Не Может Вызвать Такого Или Какое Острое Осознание Переживание Чего Или Музыка Это Две Вещи Которые Могут Заставить Встать Волосы Дыбом На Тель Именно По Тель Причине Что Целенаправленно Но На том уровне На каком Вы хотите Услышать Ответ Я не знаю Но Общий Ответ Что Звучит Все Что Здесь Происходит Насколько Полезны Колыбельные Для детей Мамич Трудно Переоценить Именно Петь Колыбельные Еще Пока Они Даже Они Пока Утробе Начинают С ними Общаться Потому что Они Какие Добрые Песни Конечно А Вы Обращали Внимание Он Идет На вопрос Какой Он Бессознательно Это происходит Есть вопрос В том Что Звук Это Та Сила Та Возможность Которая Выводит Сфера Осознания Вещи Которые До этого Пребывают В бессознательном Состоянии То есть Нужно Уделять Внимание На Тому Которое Желание Вашей Стараться Понять Это Желание Или То Желание Которое Доносится До Вас Если Звук Идет Снаружи Из Другого Сточника Это Самая Сердцевина Звука Мы Говорили Что Единственная Ваша Деятельность В этом Мире Это Желание Мы Только Желание Все Остальное Происходит Это Начинка Всего Все Что Мы Делаем Обмениваемся Желанием Растут Распадаются Газ Еще Что Мы Только На этом Родне Функционируем Здесь Очень Интересный Момент Есть Что Вы Попробуйте Такую Вещь Сделать И В свое Время Когда Стал Изучать Глубоко Веды То Некоторые Формы Они Были Метафоричные То Некоторые Пласты Смысла Которые Невозможно Кстати Этой Темой Сегодня Коснулись Завтра Тогда Осознать Сразу Начинаешь Читать И Пытаясь Как бы Позволить Бессознательно Проявить Тот Образ Который Скрыт За Этим Чтением Если Задействовать Какие-то Свои Модели Вначале Но Вы С одной Сторон Увидеть Что У вас Там Бессознательно А С другой Сторон Вы Увидите Что Представляя Что Вы Читаете Вы Гораздо Глубже Проникаете В Смысл Послания С одной Стороны А С другой Стороны Вы Очень Хорошо Запоминаете То Что Вы Читаете Поэтому Те Люди У которых Автоматически Реализован Навык Когда Читают У них Образное Представление Это Очень Хорошая Квалификация С точки Зрения Психики Это По-разному Кому-то Проще Про себя Кому-то Вслух Но В целом Что касается Санскрита Проводили Такие Интересные Опыты Они Брали Санскритские Тексты И Тексты Которые Записаны На других Незнакомых Человеку Языка И он Начинал Читать И в том И таком Случа Не понимая О чем И снимали Ему Показатели То есть Гравонически Снимали Сопротивление Кожи Частоту Дыхание Электрическая Активность Мозга И они Заметили Что Когда Текст Читается На санскрите Даже Без Понимания То Это Оказывает Эффекты Равноценные Они Это Сравнивают С практикой Трансцендентной Медитации То есть С практикой Измененных Состояний Сознания То есть Когда Вы читаете На французском На английском Это Не приводит К такому Эффекту Само Чтение Санскрита Говорит Что Даже Если Вы Не Понимаете Вы Читаете Санскрит Это Дает Благоприятный Эффект Даже При неправильном Почтении Думаю Что Да Потому Что Те Люди Которые Пригласили Они Что Не знали Как Санскрит Читается Не Читается На английской Аблиатуре Не В полном Объеме Но Что Будет Быстрее Что Исправить Дислексия Это Что Речи Наруши Не Может Выразить Своими Словами Я Знаю Что С этими Проблемами Хорошо Работает Терапия Атаматиса То О чем Я Упоминал Это Когда Человек Работает С наушниками Да Ему Дают Определенные То есть Его Собственный Голос И Внешний Звук Определенным Образом Через Определенное Устройство Обрабатывается Дается На вход И Многие Проблемы Такие Они решаются Да Именно У детей Читал Эффектоматис Да Есть терапия Электронное Ухо Называется Довис от Природы Заикали Здесь Тоже Могут Быть Разные Причины Надо Смотреть И Разбираться Вот Я Обращал Внимание Что Люди Которые Начинают Правильно Петь И Правильно Выражать Свои Эмоции И В чем Проблема Он Остает Канал Сердце Ум Сердце И мозг Да По простому Говоря Он Многих Людей Нарушен Есть Такие Интересные Очень Интересные Исследования Называется Институт Математики Сердца Будет Интересно Посмотрите В интернете Они Выяснили Любопытную Вещь Что Сердце И мозг Связаны Двухсторонней Связью Причем Та информация Которая Идет От Сердца А сердце Обладает Своей нервной Системой То что Медицина Называет Водитель Ритма Знаете То что Электрическую Как бы Активное Сердце Создает Не Название Водитель Ритма Но По факту Собственная Нервная Система Сердца И это Связь Двусторонняя Причем Информация Которая От Сердца Гораздо Больше Чем Информация Которая От Водитель Через Сердце И Почему Я начал Говорить Там Сама Медитация Направлена На Излучение Эмоций Любви Благодарности И Она Дает Восстанавливает Эту связь Помечает Человек Аспекты Позитивных Эмоций И Автоматически Эти вещи Они могут Урегулироваться И Когда Человек Начинает Петь Начинает Практиковать Петь Пение С правильным Настроением С правильным Умонастроением И эмоцией Тоже Это все Индивидуально Второй момент Это зависит От Его Кармы Вашей Кармы И Вашей Решимости Ему Помочь Потому что Зачастую Одной только Вашей Решимости Может быть Достаточно Чтобы Это Сделать Если Ваше Желание Сильно То Мы Здесь Живем Только На Зачем Вы Это Делаете Да Саша Что Там Я Не Понял Закругляются Моги А Вопросы Да Вопросы Где Рождается Желание Изходят От души Желание Исходят От души Именно Сознание Как энергия Души Эта энергия Которая Управляет Нашими Желаниями Здесь Другой Вопрос Вот В чем Когда Желание Исходит От души Через Сознание Оно Проходит Через Оскерненные Оболочки Здесь Приобретают Уже Совершенно Дикие Формы Изначально Желание Это Природа Души От того Места В материальном мире Который Вы Сейчас Занимаете Чем Более Вы Вы Приходите Это Проще Делать И От Вашей Кармы И Чистота Вашего Сознания Чем Чище Ваше Сознание Чем Быстрее Желание И Всполняем Да В практике В удалении Йоги Есть Прокрование Манта И там Довольно Сложное Сочетание Знаний Насколько я Поняла В прошлом В мире Человек В принципе Меж Индивидуров Нет Ветер Какова Индивидуально Есть Некоторые Некоторые Люди С запасом Благочестия С Некоторым Навком Которые Могут Это Делать Но Подавляющее Масса Людей Не Могут Делать Это Правильно То есть Какой-то Эфир Скорее Всего Будет Но Его Объем Зависит От многих Факторов Все Индивидуально В целом Практика Мантр В том Виде В каком Ни Вщество Ведические Времена Она Не Рекомендована Для Нашего Времени Есть Конкретные Мантры Одна Которая Была Дана И Сказали Делайте Ребята Если Вы Будете Делать Это Неправильно Оно Все Будет Работать Это Махамантра Я Практикую Это Судите Судите По плодам Судите Просто По плодам Как Влияет На Человека Музыка Допустим Джазовая Или Классическая Романтизм Ну Большинство Как бы Направлений Современной Музыки Они Активизируют Работу На Довольно Примитивных Ровнях Сознания Вообще Ведах Есть Любопытный Факт Говорит Что Существует Сто тысяч Ровней Сознания Такую Цикру Приводит И Музыка Которая Касается Джаза Вряд ли Она Очень Хорошо Действует А что Касается Музыки Классической То Несмотря На Такое Интуитивное Ощущение Это Музыка Боня Благости Как Кажется Цель Это Музыка Боня Страсти Есть Несколько Человек Приезжал К нам Интересный Который Музыка Занимается 20 лет Он Вопрос Изучал Есть Несколько Авторов Классической Музыки Которые Можно Отнести К Благости Ближе Но По факту Большинства Произведений Классической Музыки Они Относят Большей Степени Боня Страсти А Боня Благости В чистом Виде Относится Раги Помните Я вчера Упоминал Это Некоторые Устойчивые Шаблоны Звуковые Которые Для каждого Времени Суток Для каждого Времени Года Они Отражают Состояние Энергетической Реальности Вокруг Нас И Вот Это Музыка Боня Благости Я помню Что Моцар Точно Был За Моцар Точно Скажу Все Сильные звуки Вдящие Свалюты Вылить Морки Дай Себя Тушать Да Это Страсть Если Можно То Выше Тебе Зарвать Энергетической Это Стресс Постоянный Стресс Уши Это Очень Открывает Чувствительные Зоны Нашей Психики Звон Звон Колоколов Позитивно Воздействует Я читал Такие исследования Даже Очищающим действием Обладают Микроб Микроб Чувствительные Настроения Пеньги А Какое Сара Благоприятное Вообще В целом Самые Благоприятные Эмоции Которые Нужно Культивировать Эмоции Благодарности В идеале Направленные На Господа Вот это Беспроигрыш Наберем А все Остальное Это уже Некоторая Такая Форма Атерского Мастерства Ладно Давайте Заканчивать На сегодня Уже 11 час Спасибо Что пришли Выпуск У меня 5 часов Добро пить 20 Добро пить